Будет ли эта тема у нас так работать? И давайте накидывать. Неужели эта тема рабочая? Посмотрите. Лол! Лол и со всех считается вампиризм. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, X-Anons. И сегодня мы будем тестить все скиллы, все 112 героев. Ну, Рубик, 112 и 111 героев я сейчас буду тестить для вас, чтобы у вас было понимание, какой спелл идет Рубику, а какой нет. Я зарекался, и теперь нужно отвечать за слова. Сегодня будем тестить, будет очень много тестов, покажу все анимации. Кому интересно, ребятки, оставайтесь, ну и обязательно влепите лайк. Ну, реально, очень, очень тяжелый труд будет сейчас проделан, и я уже, я вот чувствую, что я его уже сейчас просто, уууу, просто голова улетела. Поэтому, друзья, пожелаю всем приятного просмотра, спасибо всем, кто поддержит, и поехали! Итак, друзья, первый герой, которого мы тестим, это Кунка. Давайте закинем торрент на Кунке, украдем его, и посмотрим, какая у нас будет анимация. Сразу мгновенно кастуется у нас торрентик, далее, давайте заюзаем крестик на Кунке, и своруем крест, опа, крест первого левого вернули, опа, работает у нас крест. Не работает, что ли, крест? Посмотрите, а что это такое? Почему крест не своровало? Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Юзаем крест, возвращаем, воруем. Крест не воруется, это уже плохо. Далее, кидаем корабль, воруем корабль. Есть корабль, закидываем туда корабль. С какой анимацией будет кидаться? Оп, махает ручкой и полетел. Ребятки, в общем, крест почему-то не воруется. Я не знаю, баг это, лобби или нет, но вы сами видите. Окей, вот так вот юзаем, оп, возвращаем, юзаем. Нет, воруется Гоуст Шип. Вот такая тема. У, к сожалению, у Рубика нет возможности украсть крест. Поехали, следующего героя. Следующий герой, друзья, которого мы тестим, это Бистмастер. Давайте проверять. Кидаем топоры, воруем топоры. Кинулись топоры, окей. Анимация есть, причем долгая. Далее у нас, пассивки у нас не юзаются, все это знают. Птичку создаем. Воруем птичку. Есть птичка. Ну-ка, создаем кабанчика. Опа. Есть кабанчик? Есть кабанчик. Это все работает, друзья, работает. Далее, роур. Нужно роур проверить на ЦМочке. Кидается. И смотрим анимацию. Тоже есть анимация у нас на роур. И она, в принципе, такая же, как и на топорах. Отлично, у Риксара все работает. Тут нечего больше тестить. Поехали на следующий герой. Следующий герой, которого мы тестим, это Кентавр, друзья. Давайте воровать у него. Стомп. Пошел. Есть. Анимация меньше, чем у Кентавра. Далее. Дабл Эдж давайте заюзаем. Опа. Рубик ворует Дабл Эдж. Есть Дабл Эдж. Далее. Воруем ультимейт. Опа. Есть. Есть ульт. И нужно проверить, нам сейчас работает аганим и как работает ультимейт. Поехали. Аганим работает. Деревья ломаются. Это значит, что и сопротивление, так сказать, вот этим всем уроном, которые на нас будут идти, они тоже есть. Да, есть они. Это проверили, друзья. В общем, у Кентавра все ровно работает, конечно же. И Рубик может все у него воровать, кроме пассивки. Поехали. Следующий герой, которого мы тестим, это Ершейкер. Давайте заюзаем фиссуру. Посмотрите, какой тут каст. Юзаем фиссуру. У нас каста вообще на Рубике нет. Это прикольно. Далее. Смотрим, как у нас будет тотем работать. И воруем тотем. Мгновенно бафается, то есть даже нет никаких задержек. Давайте сейчас еще раз вот так. Раз. Раз. Перебафали. Мгновенно. Просто нету никаких анимаций. И давайте проверим эхо. Воруем эхо и... Опа. Дается у нас эхо. Все хорошо. Теперь нужно проверить, работает ли у нас аганим на эхо слэме. Давайте посмотрим. Подходим сюда. Да, эхо твайс работает. Очень много урона нанесло. И такие две волны были. Значит, все рабочее у ЕСа. Но нету никаких анимаций на Рубике, что сейчас, допустим, будет фиссура или будет Эйчент Тотем. Следующий герой, которого мы тестим, друзья, это, конечно же, Омник. Давайте проверим, как работает пюрификейшн. Опа. Воруем и смотрим каст. Ну, так же, в принципе, кастуется, как и у Омника. Далее. Воруем репел. Омник кидает на себя репел. Воруем репел через репел. Кидаем себе репел. Все отлично. Я, наверное, уже какой-то шизофреник. Далее, что у нас есть? Конечно же, Гуардиан Энджел. Для того, чтобы проверить Гуардиан Энджел, плюс проверим Аганим на нем. Воруем. Отведем и ЦМочку. Оп. Да, работает. Глобальное применение у нас работает. Да, я так понимаю. Ну, эти товары, они у нас неуязвимы. Ну, ЦМ кидался ультимейт на большом расстоянии. Это значит, что все работает. Пробафаем еще раз. Пробафали. Долго-долго еще идет. Такая большая длительность у нас получается невосприимчивости к физическому урону. Причем это все по карте. У Рубика все это отлично работает. Ну что ж, в принципе, потестили. Погнали на следующего героя. Следующий герой, друзья, которого мы тестим, это, конечно же, Брюмастер. Давайте заюзаем Клэп. Воруем Клэп. Юзаем. Имеется анимация у нас. Давайте заюзаем Пивандрия. Закинули Пивандрия. И кидаем. Есть Пивандрия у нас. Далее ультимейт на Панде. Юзаем ульт Панды. Смотрим. У Панды нету тут агонимной темы. То есть у него нету Клэпа, нету Пиваса. Все имеется. У нас Дэшечки, Вэшечки, Цэшечки. Причем, блин, интересно, я смог бы своровать? С этих нельзя воровать, да? Хорошо. Такое дополнение к гайду у нас пошло. Ждем. Появляется у нас сейчас Брюмастер. И Праймл работает. Отлично. Юзаем на Рубике. Каст подольше тут такой. И, в принципе, все кликабельно. Можно на Торнадо поднять. За диспейли кинуть камень. За диспейл я уже прогулял. Диспейлим. Закидываем камень. Хорошо. Все работает. Отлично на Рубике работает. Но! Обратите внимание. Не улучшается агонимом. Не улучшается у нас Праймл Сплит агонимом. Нам не дались дополнительные спейлы. Но, наверное, это связано с тем, что их просто нет у Рубика. Поэтому держите в курсе, что агоним, вот этот, не улучшает Праймл Сплит у Пандорена. Ну, а ему, конечно же, улучшит, если мы сделаем, смотрите, минус и темп. 300. Ре. И вот так вот делаем. И смотрим. Есть ли дополнительный. Да, имеется у нас дополнительный Дрюнг. Дрюнкиных Ази там вот это все. И, конечно же, Клэп у нас также есть. Плюс еще Криты. О, кстати, да, насчет Критов. Давайте проверим Криты. Имеются ли у нас Криты. Криты должны быть у Флейма. Да, вообще у них у всех должны быть Криты. У Флейма тоже есть. Ну, вот, видели там, спелл есть Критов. А у нас, по-моему, нету. Да, давайте еще раз заюзаем. Да, у нас нету. Ну, в общем, на Рубике, короче, не работает у нас усиление Аганимом Пандерена Брюмастера, друзья. Держите в курсе. Следующий герой у нас, друзья, Свен. Давайте тестить на ЦМ-очки. Закидываем болт, воруем болт, откидываем болт в Свена. Хорошо. Такая драка болтов у нас получилась. Варкрай у нас будет работать. Да, работает Варкрай. Ну и, конечно же, ГДС. Юзаем ГДС на Свене и воруем ГДС. А ГДС-то не воруется. Посмотрите. ГДС на Свене не воруется. Посмотрите еще раз. А почему? Казалось бы. Казалось бы, но я не могу перебафать себе ГДС. Смотрите. Опа, не работает. Только Варкрай воруется. Вот это очень зашкварно тем, что, ну, казалось бы, что такое ГДС? Просто добавление урона. А почему оно не работает? Давайте еще раз попробуем. Заюзать на Свене ультимейт. Юзаем ульт. Опа. Сработало. И нет, не может Рубик украсть ГДС у Свена, друзья. Держите в курсе. Следующий герой, друзья, это, конечно же, Тинни у нас. Закидываем Аваланч, воруем Аваланч. У нас такая же, в принципе, анимация. Ну, и ТОС, конечно же, нужно нам заюзать. Давайте юзаем ТОС. Опа. И воруем ТОС. И кидаем Тинника, конечно же. Но на своих юнитов не можем. Значит, Ада ЦМ кидаем. Все работает отлично. Анимации хорошие. Все по-четкому. Ну, и, в принципе, тестить более нечего тут. Теперь настало время потестить Чифтейна. Давайте заюзаем его первый. Воруем его первый. Смотрим анимацию. Анимация такая же, причем... О, так она сокращенная на секунду, ребятки. Посмотрите, как Таурен у нас это кастует. То есть он в два топа-то. Раз. Два. А Рубик у нас раз. И все, и клэпает. Понял, понял. Далее проверяем духа. Воруем духа. Кидаем духа. Дух работает отлично. Причем, посмотрим, дает ли дэмэдж, все ли дается у нас. Раз. Зацепили. Зацепили. И можем вернуть. Да, уже возвращается. Дает нам. МС тоже дало, наверное, да? МС. Ну, это кристалки МС. Сейчас проверим. Вот так походим. Дает ли нам все привилегии этой способности или нет? Ну, МС вроде... Ну, вроде дает МС. И далее проверяем, конечно же, сплит. Кидаем сплит. Воруем сплит. Воруется. Отлично. Кидаем сплит. Анимация, в принципе, простенькая. Сразу кидает. И посмотрите, дизарм не работает с аганимом. Не работает дизарм. Все вы знаете, что у нас здесь есть на ультимейте Чифтейна при покупке аганима дизарм. И, конечно же, он не работает с моим аганимом. А что, если... Вот так попробуем. Есть. Далее. Кастанем его. И воруем его. Опа. И кастуем. Смотрим, будет ли сейчас дизарм. Ведь мы украли с дизармом. Да, сейчас дизарм есть. То есть, получается, наш аганим не улучшает сплит, конечно же, Чифтейна. Следующий герой, друзья, у нас это, конечно же, Руф. Кидаем инвиз. Воруем инвиз. Кидаем себе инвиз. Работает рядом с деревьями. Как хорошо, что он в инвиз не ушел. А то пришлось бы еще и сэнкри прописывать. Далее. Шишку. Проверяем шишку. Воруется ли шишка. Есть у нас шишка. Какая там анимация на шишке. В принципе, такая же, что анимация на первом, что на втором сплит. Одинаковая. Далее давайте Ливинг проверим. Воруем Ливинг. Работает ли Ливинг. Кидается с небольшой анимацией. И давайте, конечно же, проверим вот эту тему еще. Руты. Опа, руты работают. И воруем руты. Они тоже у нас работают. Руф ушел в руты. И теперь нам нужно проверить аганим. Итем 300. Аганим на руфе. Вот эту тему ставим. Форесты. Можем ли мы их украсть? Ля, можем воровать. Это круто, ребятки. Мы можем воровать вот эту тему у Руфа. Но что с ней делать? Она будет просто давать вижен. Да, я так понимаю? А что если? Мы сейчас возьмем вот так вот сделаем. Оп. Хорошо, допустим. И теперь мы своруем у него руты. Нас дамажит. Нас дамажит за счет вот этой темы. Теперь мы заюзаем. Будет ли его? Да, это работает. Это круто, ребят. То есть у Руфа можно будет украсть аганимный глазок. То есть если он только поставил его, вот этот глазок аганимный, украсть его можно будет. А потом украсть его ультимейт. И спокойно вот так тоже расставлять по лесу. Причем оппоненты не смогут даже додуматься, что это могут быть глазочки Руфа. Хотя могут додуматься, но надо ставить вместе вот так вот рядом, чтобы, знаете, типа не было. Типа вижена не дает, идете по лесу. О, глазочек какой-то Руфа. Блин, ну ладно, срублю. Типа нужно будет рядом ставить с глазками Руфа. Это прикольная фишка, друзья. Вот такая тема. Следующий герой, друзья, это Висп у нас. Давайте проверим, как работает на нем способности. Окей, воруем. Да, есть у нас тизер. Тизер тоже делимся тизером. При этом у нас есть небольшая анимация на Рубике. Смотрите, он машет палкой. А, нету анимации. Все нормально работает, извиняюсь. Далее проверяем, будет ли у нас работать Виспы. Воруем Виспов. Опа, не работает. Виспы не воруются. А как мы ими будем контролить, да? То есть, допустим, смотрите, он юзает Виспов, Висп. И мы можем их своровать, да? Окей, ладно. Третий спелл. Можешь ли вороваться у нас третий спелл на Рубике? Давайте смотреть. Прописали. Опа, воруем. Не работает. Третий спелл мы тоже не крадем. И пробуем, конечно же, своровать Релокейт. Опа, Релокейт работает. И также Релокейт мы можем заюзать на Рубике с такой же отличной задержкой. Аганим тут ничего не улучшает, поэтому вот такая тема. В общем, чё? Второй и третий спелл мы не можем на Виспе воровать. На самом деле, это очень-очень, друзья, плохо. Потому что второй спелл классный. Третий спелл вообще жесткий. Ну и такая тема. Следующий юнит у нас это Алхимик. Воруем Ацит. Смотрим анимацию. Также, в принципе, кастуется. Далее смотрим второй на Алхимике. Воруем второй на Алхимике. Юзаем второй. Смотрим, Алхимик взрывается. И я тоже взорвусь сейчас, да? Успеет откинуть? Не успевает. И взрывается. Хорошо. Ну и, конечно же, посмотрим форму. Можно ли форму украсть у него? Метаморфозу. Нет, метаморфозу его, к сожалению, не ворует. Так же, как и ГДС на Свене. Это так же работает. Круто было бы, если бы Алхимик у нас заюзал ультимейт. И Рубик такой у него ворует. И тоже такой становится быстрый. И очень регенистый. Такие шипы из него вылазят. Да, очень жаль. Ну давайте еще раз проверим. Посмотрим, что у нас будет происходить. Аганимов тут нету у нас. Поэтому нечего проверять по аганимам. Давайте, Р. Нет, не ворует. Вот такой вот у нас Алхимик получается на Рубике. Рубик Алхимикович. Итак, друзья, next у нас идет, конечно же, Клокверк. Юзаем первый у Клока. Воруем его, конечно же. Опа. Юзаем. И стоим вот так вот. Дрочимся вместе. Окей. Юзаем Когу. Воруем Когу. Ставим Когу. Разбиваем с одной тычки. И Когу оппонента мы не разбиваем с одной тычки. При этом анимации у нас одни и те же. Далее. Ракета. Юзаем ракету. Воруем ракету. Юзаем баг ракеты. Работает ли? Работает. Полетела ракета. Сейчас будет упираться. Да, уперлась у нас ракета. Работает с этой темой. Ну и, конечно же, давайте проверим теперь Хукшотович. Юзаем Хукшот. Воруем Хукшот. Есть у нас Хукшот. И, кстати, он улучшается у нас аганимом. Смотрите, 12 секунд у нас КД, а у Клока у нас 40 секунд. Ну и, конечно же, все у нас будет работать. Вот сюда у нас полетело и вот сюда тоже летит. Все работает на Рубике. У нас отлично. При этом еще и улучшается аганимом. Давайте попробуем без аганима украсть. Опа. И да, аганим, конечно же, у нас улучшается. Калдауном вся вот эта тема. И подбираем. Ничего не работает. Все не меняется. Отлично. Ну, на Клокверке все работает. И аганим тоже работает. Следующий герой у нас ДК. Юзаем, конечно же, первый. Воруем первый. Есть у нас тоже. Ну-ка, снизит ли дэмэдж этот первый спелл? Будет ли он так работать? Потому что тут есть у нас снижение урона. Давайте, допустим, если вот так вот мы бьем. Ага, вижу. Хорошо. Тут у нас работает. Ну, незаметно. Но, в принципе, щекочу вроде как. Да, есть дебаф. Ну-ка, а если мы заюзаем? Дебаф на нем тоже есть. Ну, и дэмэджа вроде он мне поменьше наносит. Да, 90. Да, дэмэджа поменьше. Если у него соточка, у нас здесь должно примерно. Далее. Окей. Стан. Юзаем стан. Хорошо, стан работает от ДК. И сейчас проверим, будет ли у нас работать на Рубике. И какая будет анимация. Анимация тоже есть. Все нормально. И, конечно же, проверяем метаморфозу. Есть ли у нас возможность? Конечно же нет. У нас возможности украсть метаморфозу. Но два раза тестить не будем. Метаморфозы, к сожалению, на Рубике не воруются. Это и так уже понятно. Поехали на следующего героя. Следующий персонаж это у нас Хускар. Юзаем хилочку. Смотрим анимацию. Воруем хилочку. Анимации меньше, чем у Хускара. По-любому меньше, потому что Хуск подтупливает. Когда он вот так вот, смотрите. Оп. Долго и пошел. А у Рубика оно как-то раз и побежал. У него быстрее анимация. Окей. Стрелы. Окей. Через райдклик. Через вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Попробуем своровать стрелу. Конечно же, это не работает так. Стрела не воруется у нас. И, конечно же, юзаем ультимейт. Опа. Заюзали. Замедленный. И воруем ультимейт у Хускара. Опа. И причем у нас ультимейт работает. Так еще и наш Аганим улучшает по Хускару вот эту всю тему. То есть у нас ультимейт уже улучшенный идет. Когда мы воруем у Хускара лайфбрик. Так что вот такая тема улучшается у нас. Следующий герой у нас это Риг Уорл. И, конечно же, воруем на сал у него. Опа. Берем. И смотрим анимации. У нас мгновенное применение. Это круто, ребята. Тупо мгновенное применение. То есть если свинюка там немного напрягается. То есть у него анимация такая чуть побольше. То у нас у Рубика вообще этой анимации нет. То есть мы сразу мгновенно ему закидываем. Так. И проверяем, конечно же, второй. Воруем второй. Да, спрей работает. Ну-ка, если мы сейчас поднастакаем. Он стакает. Сейчас глянем. Больше урона начинает наносить. Больше вроде, да, стакается. Стакается, ребят. Стакается у нас второй. Так что все работает. Ну, а все остальное тут у нас пассивки, пассивки. У нас Рубик не ворует. Следующий герой у нас под тестами, друзья. Это Феникс. Сьюзаем дайв, воруем дайв. Анимация такая же. Дайв полностью рабочий. Давайте даже вот так вот проверим, пролетим. Опа, Феникс у нас начал гореть. Немного замедлен. Хорошо. Юзаем спиритов на Фениксе. Раскидаем их сразу. И воруем Рубиком Феникса спиритов. Опа, работает. Да, можно закинуть. Также они полностью рабочие. Отлично. Все, найс. Феникс у нас горит. Юзаем лучик солнца. Санрейвич. У нас Семочка горит. Рубик горит. И Рубик у нас ворует Санрейвич. Хорошо. Все работает. Но посмотрите, при этом даже у нас еще и движение-то так нелепо выглядит. Рубик просто едет. Это смешно. Ну и что ж. Самое время, конечно же, у нас проверить ультимейт. Юзаем на Фениксе ультимейт Супернович. И посмотрим, как у нас будет это все работать. Улучшится ли у нас с аганимом яйцо вот это безаганимное. Посмотрите. Воруем яичко. И нажимаем ход КВ. И, к сожалению, нет у нас таргетного применения для того, чтобы заюзать на союзника. Это значит, что наш аганим не улучшает Супернову. Но если Феникс возьмет вот так вот сделает, у него появился аганим. Есть таргет. Юзает он на себя. Хорошо. Мог заюзать на тиммейта. И сейчас попробуем аганимного уже ультимейт Супернович украсть. Давайте воруем. Опа. Воруем аганимную уже тему с Феникса. И, конечно же, у нас появляется ход Кейчик. Нажимаем на союзника и все работает. Следовательно, наш аганим, аганим Рубика, не улучшает Супернову. Друзья, держите в курсе. Нифига, вы видели он сделал какую анимацию? Вот такую. Типа, камон. А ну-ка еще раз. Подожди, подожди, нифига. Я первый раз вижу такую анимацию. Он такой. Видели? Вот так вот сделал Рубик у нас. Лоу. Видели? Такой. Ну, прикольно. Следующий герой у нас под тестами это Тускар. Юзаем первый на Тускаре. Воруем первый. Кидается у нас, в принципе, без анимации. То есть мы даже, в принципе, не останавливаемся, да? Ну, в принципе... Нет, такая же у нас абсолютно задержка анимации. Далее. Юзаем Сноубол на Рубика. Пробуем воровать Сноубол. Не воруется у нас Сноубол? Я, кстати, замечал еще на геймплее, потому что Сноубол Рили как-то не воруется. Посмотрите. Хотя, казалось бы, простой спелл. Не воруется Сноубол. Окей. Фрозен Сигиль. Пробуем своровать. Опа. Заюзали. Опа. Заюзан. Отлично. Он полностью рабочий, да? Замедляет. Северная такая зима началась у нас. Конечно же. И далее. Панч. Работает ли у нас панч? Юзаем панч. Опа. Поворуем панч. Нет. Не воруется у нас панч. Причем я таргетно нажал. Ну-ка, еще раз. Давайте попробуем таргетно еще раз. То есть, ход КМР. Опа. На Рубика панчанули. И пытаемся украсть. Не воруется. Не воруется, ребят. К сожалению, не воруется. Ну и попробуем, конечно же, сагонимо пнуть Рубика. Своруется ли эта тема? Нет. Эта тема тоже у нас не воруется, друзья. К сожалению. У нас у Тускара воруются только две способности. Это первый и третий. На анимации там все нормальные. Ну и поехали далее. Следующий герой у нас это Легион. Давайте пробуем. Воруем первый у него. Анимации нету на первый. Вообще она просто уничтожена, эта анимация. Посмотрите, как она у Легиона. Ну, чуть-чуть быстрее у Рубика эта тема работает. Воруем пресс-атак. Опа. Воруется пресс-атак. Хорошо. Смотрим на анимацию. Анимация вроде простенькая, конечно же. Да, анимация, в принципе, такая же, как у Легиона. И, конечно же, дуэль. Давайте попробуем, ну, вот так вот сделать СМочку. Минус Л25. Вот так вот сделаем. И воруем дуэль. При этом попробуем еще дуэлю перекрыть. Смотрите, что у нас. Разворачивается у нас Легион. И это бесконечная дуэль. Да, это бесконечная дуэль, друзья. Потому что наш агоним улучшил. Улучшил у нас, конечно же, дуэльку Легиона. И, к сожалению, это теперь будет бесконечная дуэль. Ну, давайте кикнем Лего. И, в принципе, на этом тест мы закончим. При этом нам также дался урон. Посмотрите. 18 урона мы заработали. И бесконечная дуэль тоже будет работать с агоним. Ребятки, поэтому держите в курсе. Если будете давать дуэль на оппонента, если у вас есть агоним, то это, к сожалению, может плохо кончиться для вас. Дуэль будет бесконечная. Следующий герой, которого мы тестим, это, конечно же, у нас Ризрак. Давайте, друзья, воруем у него пилу. Опа, пилу заюзали на Ризраке. Давайте срубим дерево, чтобы был чистый урон. Не достали. Так, ну пила у нас работает. Давайте посмотрим, уйдет ли у нас основной атрибут. Смотрим. 90-89 на 93 у нас атака. И ждем время у нас. Ждем 7 секунд. И, конечно же, сейчас у нас... Опа, вернулось. Да, уже 102 дэмэджа. Хорошо. Второй спелл на Ризраке. Пробуем своровать. Опа, у Ризрака вот такая вот тема. И смотрим. Анимация на Рубике куда быстрее идет, чем на Ризраке. Посмотрите, как Ризрак это долго делает. И как быстро это делает Рубик. Он почти мгновенно это делает. Ну и далее. Воруем, конечно же, у нас ультимейт у Ризрака. И посмотрим, что будет происходить. Да, все отлично работает. При этом анимации вообще нету. Это, блин, круто. Это дает, блин, такую возможность намного быстрее все делать. Это классно. Ну и давайте посмотрим агонимную. Агонимную пилу, которую, наверное, тоже можно своровать. Давайте вот так вот сделаем. Оп. Хорошо. И теперь у нас точно будет агонимная пила. Вот так вот. Хорошо. Чакрам-энд. Стоп, чего? Чакрам-энд. Я украл что, получается? Возврат чакрама. А сейчас украду чакрам, да? Понял. То есть, когда Ризрак возвращает, я могу украсть чакрам-энд. То есть, возвращение чакрама. А что если... Нет, я не могу вернуть его чакрам. Я подумал, что я могу вернуть его чакрам. А этот я могу вернуть? Нет, этот тоже не могу. Короче, ребятки, имейте в виду, есть вот такой вот баг у нас, то, что мы можем украсть окончание чакрама, а не сам чакрам. Ну и, в принципе, все. Так, а что у нас еще? Аганим улучшается, кстати, или нет? Но у нас аганимом должно улучшаться добавление второй пилы. Но, к сожалению, это так не работает на Рубике. Ладно, вот такие вот у нас небольшие анимации на Ризраке, на Рубике. Ну и поехали, next. Следующий герой, которого мы тестим, это, конечно же, Каолин. У него тут много всяких приколюк должно быть. Давайте еще пропишем ему аганим. И что ж, давайте первое, что мы сделаем, это поставим камень. Можем ли мы украсть у него камень? Нет, камень не воруется, хотя это тоже способность. Далее, он толкает камень. Сможем ли мы украсть вот этот толчок? Да, этот мы толчок крадем. Хорошо. И откидываем цемку. А можем ли мы толкать его камни? Лол! Мы можем толкать его камни, и я думаю, они, эти камни, в принципе, будут также наносить урон. Давайте откинем. Рубику нанесся дэмэдж. Давайте вот сюда подойдем пандой и откидываем в панду этот камень. И этот камень наносит ему урон. Прикольно. Это работает. Хорошо. Следующая тема, которую мы проверяем. При этом, кстати, у нас вроде как анимаций нету, да? Там таких сильно. Не, анимации такие. Такие же, как у Каолина. Далее, накат. Воруем накат. Нету, наката у нас нету. К сожалению, я уже подумал, что можно будет так забагать фейзы. Нету наката. Посмотрите, не воруется у нас накат. Хорошо. Тогда пробуем. Третий спелл. Возвращаем. Опа. Магнетик у нас есть. Сможем ли мы вернуть камень? А камень Каолина не можем таргетно вернуть. Смотрите, а он может таргетно вернуть. Он может таргетно возвращать, а мы не можем таргетно возвращать. Это прикольно. То есть, вот так мы можем. И по идее, все должно работать именно с Сайленсом. Давайте попробуем. Работает ли тема? Да, дается Сайленс. Прикольно. А сможем ли союзника притянуть? Да, и союзника мы также можем притянуть. То есть, это работает. Далее. Далее. Что мы должны посмотреть? Конечно же, мы должны посмотреть магнетизм. Опа. Заюзали. Воруем. Работает магнетизм. Хорошо. Работает. Мы своровали его. Сейчас, что я хочу проверить. Конечно же, это тему с работой этого магнетизма. То есть, если мы заюзаем вот так вот, то у нас, да, магнетизм пробафался. И далее, если Каолин поставит камень. Если он ставит свой камень, он сразу же взрывается и продляется у нас длительность. То есть, если даже тут камень будет стоять, он будет проходить. Этот камень затригерится и взорвется, и начнется вот эта тема. Это прикольно. То есть, Рубик, украв магнетизм, может использовать камни Каолина против него. Это прикольная тема. Ну и что? Что у нас остается проверить? Это, конечно же, у нас агонимную вот эту тему. Иксовочку. То есть, нам тут нужен подопытный. Где у нас Виспуля? Давайте Виспа вот сюда на релокейте привезем. И проверим. То есть, мы заюзали вот такую тему. И может ли эту тему у нас... Да, он может украсть эту тему у нас на Рубике. А, подождите. Ваши войска неподходящие. Ну, оппонент, ну, оппонент, оппонента, по идее, можно в камень засунуть. Да, засунут. Но что с ним делать, непонятно. Я не могу ЦМку засунуть, потому что считается, что это мой юнит, как будто это мои некрачи. И поэтому не могу. И по бинду, ребят, у нас Икс и Икс. Смотрите, молния. И далее, что у нас от КДшится быстрее. Давайте, допустим, молния и Икс. Еще раз. Не дает нам воспользоваться вот этим хоткем. То есть, у нас тут хоткей Икс и тут хоткей Икс. Поэтому приходится юзать от руки. И это все работает. В камень мы также можем заточить. Но двигать мы не сможем, потому что у нас нет способности. То есть, вот такой вот есть нюансик. Так что, ребят, вот такая тема по Калинчику у нас имеется. Следующий персонаж у нас Акс. И давайте воруем у него Агру. Попробуем заюзать. Анимация очень большая. Агрессия дается. У нас дается Армор. Юзаем второй. Воруем второй. Второй воруется. И анимация у нас такая же. В принципе, давайте попробуем украсть ультимейт. Допустим, Акс вот так ошибается. Закидывает ультимейт. Да, и ультимейт тоже крадется. Более чем уверен, что он будет рабочий. На добивание 100%. И анимация... Анимации у нас нету как таковой анимации. Мы просто подходим и ударяем. Но анимация, в принципе, такая же, как у Акса. Потому что персонаж останавливается. Тупит. Нету никаких вот этих взмахов. И все. На Аксе тут более нечего тестить. А, ну, кстати, Аганим. Аганим 6 секунд. Да, ребят, 6 секунд у нас работает. Вот эта вся тема. То есть, с нашего Аганима мы улучшаем сразу ульт Акса. Это тоже важный момент. Потому что... Обычно... Ну, вы помните, как с Фениксом. То же самое. Все, ребят, потестили. Следующий персонаж у нас это Хаос. Давайте заюзаем Хаосболт на Рубика. Заюзался он. Все отлично. И воруем этот Хаосболт. Смотрим анимацию. Анимация очень быстренькая. Кстати, намного быстрее, чем на самом Хаосе, я считаю. Потому что Рубик мгновенно откидывает. Нету вот этого прыжка. Нормально все работает. Юзаем рифт. Опа. Воруем рифт. Хорошо. Он есть. И так же работает. И демедж нам так же дается. Значит, все работает. Ну и, конечно же, давайте заюзаем фантазм. Где у нас настоящий? Давайте теперь нужно найти нам настоящего. Давайте методом тыка. Ну, вот этот. Коротко, а мой музей. Нет. Тогда вот этот. Блин, нет. Прикиньте, вот этот настоящий. Нет. Стоп. А кто настоящий? Вот он настоящий. Лол. Ну и все работать должно. Хот Кейт Т. И отлично создаются у нас иллюзии. И дамажат они так же, в принципе, как и должны дамажить. Так что... Все у нас на Рубике. Работает. Хаос от способностей. Все работают, ребятки. Ну, кроме, конечно же, Крита. Потому что Крит это пассивка. Следующий герой на тесте у нас это Дум. Давайте Думом. Вот тут сейчас очень интересно будет. Думом заюзаем первый. Хорошо. Мы заюзали первый. Пробуем воровать. Нечего воровать. Первый. Спелл не воруется у нас на Думе. Но давайте вот, смотрите. У нас открылись, кстати, дополнительные способности. Закидывается сетка. Да, мы можем украсть эту сетку. И так же кинуть в Дума. И, конечно же, скелетиков, я думаю, так же мы сможем создать. Вот это, на самом деле, тема немного бредовенькая, но такая. Давайте дотестим ее до конца. Заюзали мою МЦМку. Минус респаун. Напишем, потому что вот этот спам я не люблю. Ждем, пока Дум у нас тут убьет. Хорошо, убил. И давайте он сейчас должен создать скелетиков с этого тролля. И сможем ли мы... Сможем ли мы создать этих... Вернее, своровать этих скелетов. Да, мы своровали этих же скелетов. Просто ничего не боимся. То есть Рубик ворует это. Давайте теперь заюзаем вот эту тему. Сможем ли мы... Ой, украсть Торнадо. То есть вот мы кастуем Торнадо. Да, и мы сможем своровать также Торнадо. Это... Блин. Это я не знаю, как это назвать. Это, с одной стороны, прикольно. С другой стороны, не прикольно, что мы не можем у Дума украсть первый. Но с полы, который он юзал со статичных героев. То есть там, допустим, будет какой-нибудь стан, будет вейв, моносос и прочая всякая тема. Это мы украсть можем, друзья. Что ж. Ладно. Окей. Давайте юзаем Т. Скорчет у нас пошел. Воруем скорчет. Идет у нас тоже скорчет. Работает. Поджигаем землю. И идет у нас регенчик. Это все нормально работает. Далее пробуем ЛВЛДС. Хорошо. ЛВЛДС у нас тут на Думе работает. И воруем. И у нас мгновенно, в принципе, надо каститься. Нет. Но, в принципе, такая же анимация на ЛВЛДС. Все работает. Ну и, конечно же, стоит проверить у нас Дум. Давайте бедненькую ЦМочку. Пустим в расход. Кидаем Дум. Дум ждем. Конечно же, сколько ждем? 15 секунд ждем Дума. И, конечно же, потом будем проверять, сколько у нас секунд будет идти Дум с нашим аганимом. То есть, улучшится ли Дум? Так. Воруем. Хорошо. Как видите, Дум закончился. Кидаем Дум в Дума. Блин, я чуть не сказал в Рубика. И ждем, смотрим, что у нас будет происходить. Будет ли Дум у нас в Вечном Думе из-за нашего аганима? Улучшается ли Дум нашим аганимом? Улучшается ли он? Ждем. Да, улучшается, ребят. А это значит, что не обязательно, чтобы у Дума был аганим. Мы можем кинуть на нее Дум. И если у нас есть аганим, то все будет отлично работать. Ну и давайте же отойдем с этой АОЕшки, Думчиком. И, конечно же, Дум на нем закончится после 15 секунд. 10 примерно. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Примерно как-то так. Оп. И должен закончиться. Все. Все работает отлично. То есть, не обязательно, чтобы Дум был с аганимом. Достаточно вашего аганима. Это значит, что наш аганим на Рубике улучшает Дум. Это все круто. В принципе, вы поняли, да, насчет Дума? Есть такая у нас тема. Поехали на Некстовый Героя. Следующий тест у нас будет с Найксом. Давайте заюзаем Рейдж. Рейдж у нас воруется. Это я знаю. В игре я встречал. Причем нет никаких не анимаций. Отлично все работает. Способности невозможно на Рубика накинуть. Далее это у нас что? Есть опен. Вонды. Вонды. Опа. Накидываем. Также можем накинуть на Найкса. Все отлично работает. Отхил идиот. Все хорошо. Давайте посмотрим, какая у нас анимация. В принципе, там анимации нету как таковой, да. Все нормально. Все работает. Следующее, что мне будет тяжело проверить, это, конечно же, инфест. Потому что я, скорее всего, не смогу вылезти с крипа. Поэтому залазим в маленького слабенького крипа. Да, его нужно будет разбить. Этого крипа, чтобы Найкс выпался оттуда. Давайте разбиваем. Все, Найкс вылез. И, конечно же, воруем инфест. Инфест у нас есть. Залазим. Сатира. Мы можем сатира и поконтрить. И также, конечно же, все отлично работает. Как и работает это все на Найксе. И теперь, самый сложный тест, который, возможно, я не смогу протестить, это именно с ассимиляцией. То есть, ассимилейт. Да, есть такое у нас с аганимом. Юзаем. Отлично. Засунули. И высунем. По идее, мы украдем сейчас... Нет, не украли. Не крадется у нас ассимиляция. К сожалению, ребятки, с аганимом Найкса. Но зато мы можем украсть ультимейт у него и первую, и третью способность. Так что, вот такая вот, друзья, тема. Следующий, друзья, герой у нас на тесте, это, конечно же, Абадон. Давайте закинем Дескойл в ЦМку. Работает у нас с этим. Воруем Дескойл. Подхиливаем. Причем, анимация у нас тут очень коротенькая, кстати. Ну, в принципе, такая же, как у Абадона. Давайте попробуем теперь щит накинуть. Щит у нас также воруется. Опа, накидываем щит на себя. Ну и, конечно же, давайте попробуем заюзать ультимейт на Абадоне. Заюзали ульт. И ульт, к сожалению, не воруется на Абадоне. Но он такой полу... Знаете, у Абадона он ультимейт такой. Он имеет и пассивку, и активку. То есть активка это нажатие и пассивка. При 400 хитпоинтов у вас сразу же ультимейт включается. То есть такая вот тема у нас есть. Но и, к сожалению, украсть ультимейт на Абадоне мы не можем. А это значит, что и Аганимов тут ничего улучшить своим мы также не можем. Следующий герой у нас это, конечно же, Люкан. Давайте попробуем украсть у него волков. Волки у нас крадутся. Создаем. Все отлично работает. Они такие же, абсолютно идентичные. О, еще их за хозяина впрягаются. Нормально. Давайте попробуем украсть хоул. Воруется у нас хоул. Бафаем. Хорошо, все работает. И по анимациям, что у нас, кстати, имеется про волков. Я что-то как-то упустил. Немножко давайте посмотрим анимацию. Анимация, ну, побыстрее. Побыстрее, чем у Люкантропа. И, конечно же, давайте заюзаем Метаморфозу. Сможет ли Рубик у нас украсть эту Метаморфозу. Ведь Метаморфоза никогда у нас Рубик не будет воровать. Это первая дота. Нет, не ворует он у Метаморфоза, к сожалению, ребят. Ну и, в принципе, все. По Люкантропу тут более нечего тестить. Погнали на следующего героя. Следующий герой у нас это Баланар. Давайте заюзаем Войда на Рубика. Окей, воруем Войда и пробуем. Анимации вообще почти нет у нас. И у нас Войд работает походу в зависимости от того, какой у нас день сейчас или ночь. Какое время дня у нас. Давайте пропишем тайм 6. Будет ли у нас... Смотрите, Войд, заюзаем простой Войд, 2-секундный. Опа, и своруем 2-секундный Войд. И кастуем. Работает 2 секунды. Окей, а если тайм 6? Ой, тайм, допустим, вот так вот сделаем. Давайте проверим просто, интересно. Опа, Войд сейчас должен идти доля, 4 секунды. Да, у нас адаптивный Войд идет. То есть, смотрите, тут написано 2 секунды. То есть, а ночью он будет работать 4 секунды. То есть, это все так и работает. Это круто. То есть, получается, эфир у нас тоже так же должен быть адаптивной способности. Давайте день пропишем. Юзаем фир на Рубика. Фир должен идти поменьше. Юзаем. Опа, крадем. И кидаем ему фир. Фир должен идти 3 секунды. Хорошо. А теперь давайте проверим ночью. То есть, я сам же заюзаю фир на Баланара. Оп. Эфир должен идти не 3, а 6 секунды сейчас. Ну, странно. А тут не работает, да? Смотрите. То есть, получается, фир прокачан полностью. То есть, этот фир не работает. То есть, войд адаптируется, а фир не. Давайте закинем тогда фир. Тайм 5. Фир долго, смотрите, как идет. Идет очень долго. Очень, очень долго. Окей, давайте украдем этот фир, который он заюзал. А, видели, эффект какой-то был. Смотрите, долго идет. Не 3 секунды. Да. То есть, получается, фир не адаптируется, а войд адаптируется у нас. Войд у нас адаптируется. Эффект такие крылья, типа Баланар так. Круто. Окей. Это все работает. Хорошо. То есть, поняли, войд у нас адаптируется. Первый спелл. А второй спелл не адаптируется под время дня или ночи. Так, пробуем украсть Даркнесс, конечно же. Оп. Также заюзали мы его. Все работает. Давайте в минус тайм 6. Оп. Но время остановлено. Это баг игры самой. Потому что пока действие Даркнесса не закончится, мы так не сможем ничего. Ну и в принципе это все. Единственное, только ИСЕ, Диад, Пиопли. Будет ли у нас работать что-то вообще типа по поводу Аганима. Но Вижен нам не будет даваться, я так думаю. Потому что, ну, Вижен дается типа как бы Баланару. Баланар привязан вот этот Вижен. То есть, если берем Аганим, вы знаете, что огромную у нас территорию видит Баланар. И я думаю, на Рубике такого точно никак не может быть. Но если вы заюзаете Даркнесс, то вы сделаете Баланару только лучше. Вы же продлите его ночь. Поэтому не нужно так делать, друзья. Вот такая вот у нас тема с Баланаром. Поехали на другого героя. Самое время, друзья, затестить Питлорда. Юзаем Файр Шторм. Крадем Файр Шторм. Кидаем. Без анимации у нас кидается Файр Шторм. Он полностью будет рабочий. Я думаю, да, хорошо карает. И поджег еще нормально так Питлорда. Далее. Руты, руты, руты у нас пробуем. Опа, крадутся. Да, отлично. И рутят они. Отлично. Все работает у нас. Анимацию нужно посмотреть, друзья. Мгновенно создается. Быстрее, чем на Питлорде. То есть Питлорду надо взмахивать. А Рубику не нужно это делать. Ну и, конечно же, давайте проверим Телепортович. Вот сюда юзаем. Опа. И Питлорд у нас улетает. Все. Находится он у нас здесь. И также мы хорошо, конечно же, своровали этот ультимейт. И давайте попробуем заюзать на Рубике. Оп. Все отлично работает. Хорошо. И, в принципе, такое же время действия вот этого каста. Не каста, а именно время ченнелинга. Но это не ченнелинг, а время телепорта. Вот так будет правильно. Также оно работает. Ребят, в общем, вот так вот работает у нас все на Питлорде и на Рубике. Поехали на следующего героя. И с тем самым прикольным, ребята, героем, конечно же, Пуджа. Юзаем хук, воруем хук. Также уходим в стан и также кидаем хук. Хук полностью рабочий. Это классная тема. Это один из самых приятных спеллов, который Рубик у нас ворует. И, конечно же, второй спелл также Рубик ворует. Он также дамажит, также замедляет. И, конечно же, конечно же, также можно засуицидиться. А в Доте 2 нельзя засуицидиться со второго спелла. Ха-ха-ха. Окей. Далее смотрим. Дисмембр, конечно же, юзаем на Рубика. Кусаем и воруем дисмембр. И смотрим. Мы еще и отхилимся. То есть, у нас еще и Аганим, наш Аганим, улучшает полностью, полностью ультимейт Пуджа. Полностью он улучшается. Давайте я вам еще раз покажу эту тему. Допустим, вот у нас Пуджлоу хповый. Сейчас не хочу реописать, иначе хитпоинт пополнится. Мы своим Аганимом улучшаем ультимейт Пуджа. То есть, который своровали. Это значит, что это очень хорошо. Не обязательно, чтобы у Пуджа был Аганим. Друзья, вот такая тема. Поехали next-овую героя тестить. Самый тяжелый, наверное, тест, друзья. Это сейчас тест с Леориком. Конечно же, крадем у него Хеллфайю. Хеллфай кидается без кастов. То есть, нет вот этого подъема рук. Даже вообще, в принципе, их в помине не существует. То есть, мы сразу закидываем. Потому что у меня есть очень интересная тема, которую я не проверил. К сожалению, с Пуджом. Давайте посмотрим эту тему. У Леорика больше нечего ворвать. Если даже Леорик вот так вот умрет, мы попробуем украсть у него арест. Он не воруется, потому что Рес это пассивка. Я не потестил у Пуджа. Можно ли отменить хук на Рубике? То есть, нет. Хук на Рубике, к сожалению, не отменяется. Так же, друзья. Ну и все. Поехали следующего героя тестить. Следующий герой, которого мы тестим, это, конечно же, Слордар. Давайте завязываем на нем спринт. Крадем спринт. Спринт работает. При этом статус фейзов также присутствует. Давайте попробуем закрашить. Закрашили землю. Воруем краш. Также у нас есть анимация на Рубике. И давайте закинем амплификацию. Кидаем амплификацию. Воруем амплификацию. Есть у нас тоже небольшая анимация. И все работает. Все отлично работает на Слордаре. Более тут нечего на Слордаре тестить. Погнали на следующего героя. Следующий герой на тесте у нас это зомби. Давайте заюзаем дикей. Опа. Юзаем дикей. Воруем дикей. И смотрим самую интересную силу. Ой, самую интересную силу. Самый интересный момент. Юзаем. И воруем сразу по 10 сил. А это значит, что наш агоним сразу же улучшает дикей. Да, все вы знаете, что у зомбика с агонимом улучшается именно дикей. И то есть с агонимом, если у нас Рубик, он сразу ворует дикей, уже будучи улучшенным и ворует по 10 сил. Это очень круто. Ладно, это работает. Юзаем Сол Рип. Хорошо, у нас союзался Сол Рип. И также у нас нет анимации почти на Сол Рип. То есть он мгновенно кастится. Это годно, это годно. И воруем Томбу. Давайте Томбу подальше поставим. Томбу подальше поставим. Хорошо. Юзаем на него Спелл Стилл. Юзаем Томбу. Томба мгновенно появляется. Нет у нас никаких анимаций. И это очень хорошо. Ну и самое интересное, что нужно проверить, это, конечно же, метаморфозу. Можно ли украсть? Нет метаморфоза, к сожалению, как всегда, не крадется, друзья. И вот такая вот у нас тема на зомбике. Помните, что не нужен аганим на зомбике, достаточно вам аганим. У вас аганим улучшает Дикей Дирга. Это круто. Сразу воруйте по 10 сил. Поехали на некстовый герой. Некстовый герой у нас на тесте это Тайд. Давайте украдем Гаш. Юзаем Спелл Стилл. И смотрим анимацию. Анимации почти нет. У Тайда анимация намного больше. То есть мы мгновенно закидываем в него Гаш. И немножко потом идет такая задержка. Далее. Крутилочку украдем у него. Крутилочка будет у нас тоже работать. Да, работает. Причем снижает урон. Это очень-очень годно, друзья. Ну и что ж. Самое время проверить, конечно же, самую жесткую способность на Тайде. Это Ревейдж. Тайд у нас отдает Ревейдж. Мы крадем Ревейдж. И походки Эвэй юзаем. Да, у нас тут, кстати, анимация вроде поменьше. Давайте посмотрим. Да, у нас анимация на Ревейже, на Рубике, немного поменьше. Он быстрее ее кастует. И это классно. Что ж, поехали на другого героя. Следующий герой у нас Магнотавр. Давайте заюзаем Шок Вейв. Украдем ее. Мгновенно она у нас кастуется. У Магнуса она немного подольше кастуется. Давайте посмотрим анимацию. Ну вот так вот она кастуется. Давайте еще раз, потому что замедление времени стоило. Вот так вот он ее кастует. И Рубик у нас, ну в принципе, чуть-чуть у Рубика, по-моему, она побыстрее. Далее. Вешаем второй спелл. Крадем второй спелл. Хорошо, все работает. И быстренько накидываем без всяких каких-либо анимаций. На ЦМ-ку. Вон кинули у нее плюс 50 урона. Давайте себе кинем. Да, отлично. Все работает. Далее. Юзаем третий спелл. Крадем третий спелл. Скиверович. И поехали. Также прокатываем. О, вы видели? Рубик как будто взлетает. Это что такое? А ну-ка. Лол, посмотрите. Он взлетает под конец. Такое прикольное анимация. Я такую анимацию первый раз вижу на самом деле. И вы тоже, наверное. Но все работает. Далее, конечно же, юзаем Магнусом РП в пол, как это делают мои тиммейты. И, конечно же, воруем. И юзаем РП в Магнуса. При этом все работает отлично. У нас нет никаких, в принципе, почти задержек на Магнусе. Да, в принципе, такая же, как у Магнуса задержка. Все отлично работает, друзья. В принципе, Магнуса протестили. Go next-ого героя. Следующий герой, который у нас есть на тесте, это, конечно же, Баратрум. Юзаем на нем чарж. Бара забегает. И, конечно же, воруем у него чарж. Нажимаем, и мгновенно Рубик у нас бежит. Нету никакого Относа у нас, но есть Стан. В зависимости от уровня прокачки, Стан у нас тут дольше. Смотря какого уровня у нас у Бары этот Стан. Знаете, почему нету Относа? Относа нету, потому что третий спелл, к сожалению, у нас нету. У нас третьего спелла на Рубике. Третий спелл у Баратрума, он дает Относ. Соответственно, если вы на Баре не качаете третий, то с первого спелла у вас Относа вот этого не будет. Ну и, соответственно, Рубик у нас следует. У нас только Стан и вот этот чарж. Более ничего не получается. Далее, смотрим. Второй спелл на Баратруме. Вот тут, конечно, должны быть вопросы. Опа, нажали мы, побежали. Воруем. Воруем. Нажимаем, и все, работает. Странно, но помните, раньше была книжка. Просто книжка. Смотрите, а я еще и, по-моему... Я его Ауру украл, ребят, на Баре. Очень интересно работает, потому что я думал, не будет работать. Посмотрите, я украл его Ауру. Опа, если так... Найс. Работает, ребят. Работает. Я украл Ауру Эмеса. Ауру Эмеса у Бары. И она еще и работает и пассивно. Посмотрите. Это единственная, по-моему, Аура, которую Рубик ворвать может. Но эта Аура, она, в принципе, как Аура, так и спелл, который нажимается. И это очень круто. Я вот этого, честно, не знал. Я думаю, вы это тоже впервые узнаете. Ну и, конечно же, Незер. Давайте заюзаем. Опа, Бара к нам прилетел. И воруем. И, конечно же, от Носа не будет. Мы просто портанемся и продамажим Баратрума. Да, да, да. Вот такая вот у нас тема. Ну и что ж, у нас тут еще есть, кстати, Аганим. Как видите, у Бара у нас 60 секунд КД. А у нас Незер Страйк 20. Значит, он у нас работает. Но не будет от Носа у нас никакого массового, потому что у нас нет третьего спыла. К сожалению, такая тема у нас работает. Ну, самое годное, это, конечно, воровать Ауру. Посмотрите, она у нас работает. И ЦМ-ка также у нас подвержена Ауре. И это круто. Раньше книжка вылетала, а сейчас это работает. Ладно, потестили. Погнали на следующего героя. Следующий герой на тесте у нас это Санкинг. Давайте заюзаем подкопчик. Воруем этот подкопчик. Будет ли он у нас работать? Отлично работает. Причем, вы видели, Рубик как будто ныряет. А там эффект Санкинга, как будто Санкинг, да? Нет, там птица. Лол, посмотрите, какая анимация. Типа он превращается в птицу. И подкапывается. Бред, конечно. Но... Но довольно-таки интересно. Я такую анимацию никогда не видел. Посмотрите еще раз. Он типа превращается в птицу. И типа быстро пролетает. Это прикольно. Это прикольно. Ладно, затестили. Теперь нужно для того, чтобы затестить следующую фишку. Нам нужны, конечно же, сэнтри. Потому что Санкинг сейчас уйдет просто в песочек. И, к сожалению, ничего не произойдет. Так, по анимациям, в принципе, разобрались. Анимация понятна. Санкинг песочек. Опа. Крадем песочек. Нажимаем песочек. И стоим также в песочке. И все получают у нас урон, кто подходит сюда поближе. Да, это все работает. Ну и теперь самое интересное, это, конечно же, эпицентр. Считаем пульс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять пульсов у нас Санкинг только что сделал. И давайте украдем у него ультимейт. И посмотрим, что будет происходить. Юзаем. И, конечно же, влетаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать пульсов. Соответственно, Аганим улучшает сразу же ультимейт нашего Санкинга. Посмотрите, у нас тут написано 12 пульсов и КД 80 секунд, а у него 100 секунд и 10 пульсов. Соответственно, не обязательно, чтобы был у Санкинга Аганим. Это очень-очень годная тема. Если у нас есть Аганим на руке, соответственно, мы уже улучшаем эпицентр. И можно сразу украсть, да, вот так вот, отлично. Все, и влетаем, вот так вот делаем. Опа, привет, братан. И там начинается вот эта вся жесткая тема. Да, это работает прикольно. Ну что ж, друзья, это потестили. Погнали на следующих героев. Следующий герой, друзья, у нас на тесте, это, конечно же, Антимаг. Давайте заюзаем блинк на Антимаге и своруем его. Опа, раз. Идет такая же, такая же абсолютно анимация, как у Антимага. Причем там Антимаг еще был. И, конечно же, давайте заюзаем мановойт на Рубика и посмотрим, что у нас произойдет. Давайте, опа, и крадем. Все отлично работает, друзья. Ну что ж, тут больше тестить нечего. Все остальное у нас пассивки. Погнали на другого героя. Следующий герой у нас это Снайпер. Давайте закинем Шрапнель, украдем Шрапнель. При том, что Снайпер, помните, когда первые карты 85-й карты были у нас, у нас не работала Шрапнель вообще. У нас теперь есть три заряда Шрапнеля, которые мы можем спокойно раскидывать. И они будут спокойно работать. И это очень круто. И потом они уходят в КД. Главное, вот эта тема, что она работает. И нету такого, что у Рубика вообще нету никакой способности. Далее, конечно же, у нас тут пассивки, расстояние. Все это мы украсть не можем. Мы будем крать Шрапнель. Ну и, конечно же, Экспектум Патронус. Давайте кастанем Рубика. И, конечно же, украдем. И самое классное, что ультимейт Снайпера закидывается просто без анимации на Рубике. Вы сразу просто откидываете вот так вот. Это прикольно. То есть, смотрите, Рубик просто сразу откидывает. Ну, реально годная тема. В принципе, более тут нечего тестить. Погнали другого героя смотреть. Следующий герой, которого тестим, это, конечно же, Джаггернал. Давайте украдем у него крутилку, заюзаем. И эффекта у Рубика вообще нету никакого на крутилку. Но, смотрите, урон наносится Джаггеру. Это на самом деле непонятно. Давайте еще раз заюзаем. Смотрите, у нас с пылы все улетают. И мы вот так вот можем бежать и дамажить. Посмотрите, Джаггер АГП уходит. Он убегает, не понимает, что происходит. И давайте еще одну тему проверим. Если мы крутимся, то получаем ли мы... Нет, мы не получаем физикал урон. Посмотрите, то есть мэджикал урон. И все, и пошел у нас потом магический урон. То есть, когда крутилка закончилась. То есть, эффекта нету на крутилку. Далее. Хилочка у Джаггернаута. Крадем ее. Опа, ставим. С такой же, в принципе, у Джаггера. А кого задержка больше? Вот Джаггер вот так долго ставит ее. А Рубик немного, по-моему, побыстрее. Да, Рубик побыстрее ставит эту хилочку. И погнали сольем эти хилки вот сюда. Далее. Что там у нас еще Джаггернаута есть? Конечно же, Омнислэш. Давайте заюзаем Омнислэш. Опа. Рубик у нас страдает. Ого. Почти его Джагга слил. Вообще, Джагга просто почти его слил Рубика. И давайте украдем. Конечно же, крадется оно с Омнислэш. При этом, смотрите, 12 слэшей и КД 70 секунд. Наш Аганим улучшает. Улучшает, конечно же, работу нашего вот этого Омнислэша. Не хочу Джаггернаута убивать. Давайте вот так вот сделаем. И, конечно же, если у вас есть Аганим, то Омнислэш у вас сразу же улучшится. Это годно. Это годно, друзья. Давайте next-ого героя смотреть. Следующий герой очень интересный. Это, конечно же, у нас Сулабер. Давайте заюзаем Мишку. Сможем ли мы украть Мишку? Нет, Мишку не крадет. А что, если мы на Мишку мы не можем направить? Я думал, думал, Мишкой можем что-то с Мишкой сделать. К сожалению, не крадется Медведь. Второй спелл юзаем. Крадем. Работает у нас второй спелл. Пробафали себя. Что у нас еще есть? Метаморфоза, конечно же, есть на Медведе. Юзаем Метаморфозу. Нет, к сожалению, не крадется Метаморфоза. Есть у нас тут Батл Край. Давайте заюзаем его. Украдет ли Рубик эту способность? Эту способность Рубик отлично ворует. И мы можем заюзать. У нас будет дополнительный армор и дополнительный дэмэдж. Вот такая вот тема, конечно же, друзья. К сожалению, так как у нас у Медведя есть тут Аганим. И Медведь сможет ходить по всей карте. Рубик не сможет пользоваться этой фишкой. То есть он не сможет просто Медведя украсть. Поэтому наш Аганим тут бесполезен, друзья. Что ж, вот такая вот тема. Поехали смотреть других героев. Следующий герой у нас на обзоре. Это, конечно же, Луна. Давайте украдем у него Люцин. Посмотрите, какая анимация у Луны. И какая анимация будет у нас у Рубика. Рубик намного быстрее кастует всю эту тему. Ну и, конечно же, больше у нас тут воровать кроме ультимейта нечего. Юзаем ультимейт. Как видите, Рубик у нас начинает хапать. И вот эта вся тема. Давайте воруем также у нее Эклипс. И смотрим, улучшается ли у нас Аганим. Да, сразу же Аганим улучшается у нас Эклипс. И мы можем направить на любую точку. И, конечно же, убивать кого хотим. Давайте заюзаем вот сюда. Смотрите, ультимейт. Там начал бахать. И, конечно же, люцинтов там будет не как тут, сколько там их, по-моему, 11, а 18 в этой местности будет бить. Поэтому не обязательно, чтобы у Луны был Аганим. Главное, чтобы у нас был Аганим. И это классно. Погнали до следующего героя. Следующий герой на тесте у нас это, конечно же, Морфий. Очень интересная всякая тема с перекачками. Давайте заюзаем вейформу сначала. Крадем вейформу. Смотрим анимацию. Мгновенно Рубик у нас срывается. Это круто. Кидаем адаптив в Рубика. Крадем адаптив. И кидаем мгновенно. Также у нас нету тут никаких анимаций. Также адаптив у нас хорошо залетает. И давайте самое интересное это перекачка. В силу, допустим. И пробуем украсть. К сожалению, не крадется, ребята. Во второй давайте крадется, кстати. Тьфу-тьфу-тьфу. И пробуем еще раз. Нет, не крадется. Очень-очень плохо. Но есть у нас такая тема с репликой. Давайте заюзаем реплику на Морфе. Смотрите, не юзается. Опа, на Рубика создалась. На Сюзника почему-то не кидалась. Видимо, типа, свои войска. Как тоже вот такая тема. Ну, вы поймете. И давайте крадем репликейт. Репликейт крадется. И можем реплику создать. Вот этого Рубика. То есть у нас уже получается такая тема. Причем мы сможем по ходке R также портануться. Реплика полностью рабочая. И это очень-очень годно. Ну и что ж. И теперь хочется проверить гибрид. Все вы знаете, что у Морфа при покупке Аганима появляется гибрид. Давайте заюзаем гибрид вот этой вот Дузы Наговичи. Все у нас тут работает. Отлично. И попробуем сворачивать. Воруется гибрид. Гибрид воруется. И мы можем вот так вот сделать. И появляется у нас вторая ЦМ. Но у нее тут скиллов не прокачаны. Поэтому она полностью работает. И это очень годно. Очень годно. То есть получается, что вы на Морфе можете, вот если вы бегаете с Аганимом, и вы Рубиком, можете у Морфа украсть гибрид. Если он только что его юзал. Причем гибрид будет, смотрите, вашего союзника, получается. Если Морф только у оппонента ворует, то есть там будет какой-нибудь путь, что из-за вас путь, что вы сможете создать еще себе пуджа, получается. Правильно? Получается так. Вроде не ошибся. И это очень интересно. В общем, вот такой вот Морфлинг, ребят. Погнали следующего героя смотреть. Следующий герой у нас, друзья, Нага. И давайте юзать, конечно же, первый спелл на Наги. Проверяем. Опа, сразу нашел я настоящую. И давайте вот эти иллюзии сразу сольем, чтобы нам они не мешали. И заюзаем. У нас как будто побыстрее анимация. Смотрите, у нас побыстрее создаются эти иллюзии. Мгновенно Рубик махнул и пошла. У Наги, смотрите, какая большая анимация. Вот такая вот тема у нас имеется. Так что, друзья, анимация на создание иллюзии немного побыстрее у нас идет на Рубике, нежели чем у Наги. Далее давайте смотрим сеточку, как у нас быстро будет кидаться сетка. Нага кидает сетку вот так долго. А Рубик как будет кидать? Он и мгновенно, наверное, кинет. Нет? Сейчас. Да, он и мгновенно кидает. Это классно. То есть сразу так щух. И круто. Хорошо. Давайте Тайда заюзаем. Опа, заюзали Тайд. Воруем Тайд. Так же нормально юзается, но он без анимации и как бы у Наги он тоже этот спелл без анимации. Это очень круто. Ну и давайте, конечно же, заюзаем Сон. Нага юзает Сон. Давайте продамажим ЦМку, чтобы сразу понять, работает ли у нас тема с Хилом, с Аганимом. Давайте. И воруем, конечно же, Тайд. Не то, что нам нужно. Воруем. Не то, что нам нужно. Господи. И км. Сейчас, ребятки, сорян. Я просто уже подустал. 85 минут и я еще только даже половины даже не сделал на самом деле. Оп. Юзаем. Воруем. И юзаем. Работает от Хил. Работает, ребята. Это значит, что если у нас есть Аганим, мы сразу же улучшаем Сон Наги. То есть, получается, Сон Наги будет у нас хилить наших союзников. И это очень, очень, ребята, годная тема, потому что позволит вам... Если вы видите Нага в ДД вся, то это не значит, что у вас не будет хила во время того, как вы нажмете Сонгов за сирен. Вот такая вот тема, друзья. Поехали смотреть next-ого героя. Следующий герой, друзья, у нас простенький. Это Фантом Лансер. Давайте закинем копье. Как видите, копье у нас залетело. И давайте сейчас украдем это копье у Фантома и закидываем. Смотрим на анимацию. Если честно, я уже тещу второй раз эту тему. И я заметил, что копье на Фантоме создается, кидается, вернее, быстрее по анимации, нежели чем копье на самом Рубике. Это первый раз такая тема, что я вижу, что копье, именно какой-то спейл вообще, кастуется дольше, чем у самого создателя этого спейла. То есть, у Рубика долго этот спейл кидается, а у Фантома чуть побыстрее. То есть, вот такая тема. Держите в курсе, что такая тема имеет место быть, друзья. Далее, что у нас есть тут на Фантоме? Это, конечно же, Доппельгангер. Давайте своруем Доппельгангер и попробуем закостить всю эту тему. Где у нас? Вот он, Фантом. Хорошо. Воруем Доппельгангер. Как это будет работать? Мгновенно Рубик у нас уходит. Создаются иллюзии. И все работает ровно. Далее у нас остается только пассивки, друзья. И тут тестить более нечего на Фантоме. Следующий герой, друзья, у нас один из самых интересных тоже. Это у нас Потма. Давайте завязываем Старфол. Вы уже видели в гайде, конечно, как все у нас получалось. Вязаем также Старфол. Он полностью рабочий. Анимация, причем, у нас очень быстренькая. Сразу же мгновенная. Не такая, как у самой у нас Потмы. Ну и давайте, конечно же, закинем Ару. Воруем Ару. Ару у нас кидается без задержек. Просто мгновенно. Если у Потмы она кидается чуть подоль, что у Рубика она кидается немного побыстрее. Ну и, конечно же, давайте прыгнем Потмой. И давайте прыгнем Рубиком. Вы видели тоже на игре и на вставочке. Там было прикольно. Ворвался в драку и начал душить. Ну и, конечно, давайте заюзаем Мунлайт. Хорошо, Мунлайт крадем. Мунлайт, кстати, без задержек. Смотрите, никого нет. Тишина. Просто тишина. Мунлайт юзается у нас без задержек. Это очень круто. То есть, анимации полностью успешно выполнены. То есть, они очень быстрые. Быстрее, чем у Потмы. Ну и, в принципе, тут более нечего тестить. И аганима тут также нету, чтобы что-то улучшалось. Поехали смотреть другого героя. Следующий герой у нас тоже простенький, друзья. Это Рикки Мару. Конечно же, Смоук. Давайте заюзаем на Рикки. Украдем этот Смоук. Он кастуется у нас без задержек, этот Смоук. Это очень годная тема. Давайте еще раз я покажу. Смотрите, какая анимация у нас у Рикки Мару. Он долго так руки поднимает, ставит. А Рубик у нас сразу плюхает эту тему. Давайте возьмем инвиз на раз. Но Рикки Мару не сможет уйти в инвиз, пока он будет тут находиться. Ну и что ж, давайте заюзаем блинк. Опа. И украдем этот блинк. И блинкаться тоже так же можем. Смотрите, у нас несколько блинков получается. И это очень-очень годная тема. Ну и Рикки Мару уходит у нас в инвиз. Ну и фиг с ним, потому что мы уже все потестили на Рикки Мару. Поехали, друзья, смотреть другого героя. Следующий герой у нас имеет специфику, что он может быть и дальним боем, и ближним. Давайте проверим, смогу ли я это украсть, ближнюю стоечку. Я только что переключил стойку и пытаюсь украсть ее. Нет, не работает, к сожалению. Это тема, друзья. Ну и давайте воровать топоры. Уюзаем второй спелл. Крадем. Мгновенно у нас создаются топорики. И, ну, каст, в принципе, такой же, как и у тролля. И давайте переключим стоечку и кинем дальние топорики. Украдет ли Рубик дальние топорики? Да, украл он их, и они отлично работают. Далее, что у нас тут у тролля есть? Тут у тролля, к сожалению, остался только ультимейт. Давайте заюзаем этот ультимейт. Нифига, там все красные стали. И, конечно же, крадем тоже ультимейт. И юзаем. У нас ЦМ-ка становится бешеная, заряженная. И, конечно же, начинает атаковать с большой скоростью. Больше тут нечего тестить. Аганимов тут нету. Поэтому погнали дальше. Следующий герой у нас тут, конечно же, это гиролёт. Давайте заюзаем первый спелл на нём. Вот так вот подамажим немного Рубика. И Рубик украдёт этот спелл. И нет у нас тут тоже никакой задержки для того, чтобы создать эти ракетки. И начинается такая пальба. Время пострелять, как говорится. И кидается у нас тут ракета. Давайте тоже украдём эту ракету. И поставим эту тоже ракету. Она становится, кстати, без задержки. Эта ракета мгновенно ставится. Если гиролёту требуется время для того, чтобы поставить эту ракету, то Рубик ставит мгновенно. Чуть ли не мгновенно. И, конечно, закидывает. Давайте проверим теперь, будет ли работать третий спелл. Юзаем. Опа. Мы заюзали его. И давайте... Да, он работает. Он работает, ребята. Интересно, как это будет выглядеть? Он работает. То есть, если гиролёт будет атаковать вот так вот у нас, посмотрите. Если вот так вот он будет у нас атаковать, то, видите, как бы в кристалку летит. А что, если я на Рубике так буду атаковать? Ну-ка, давайте посмотрим. Будет ли эта тема у нас так работать? Лол. Прикольно, понял. Если честно, не знал, что третий спелл гиролёта будет работать у Рубика, это реально прикольно. Керри билд. Теперь знаю, как можно будет записать. Просто я керри билд ещё не писал. Нужно будет, чтобы гиролёта взяли. Круто, круто. Эта тема работает. Что ж. И остаётся у нас, конечно же, колдаун проверить. И давайте закинем. И крадём. И смотрим, что у нас. 45 секунд. Тут сколько у нас? 45 секунд. 200 дэмэджа. 4 секунды слова. 275 дэмэджа. Да, аганим наш улучшает и добавляет. Давайте сделаем вот так. Ещё и добавляет глобальное. У нас глобальное применение. Как видите, всё работает. И это круто. То есть, не обязательно, чтобы у вертолёта был аганим. Для того, чтобы улучшить его ультимейт с помощью Рубика. То есть, если вы воруете колдаун, то у вас уже будет улучшенный ультимейт на гиролёте. Вот такие вот у нас тесты. Что ж, погнали на следующий герой. Следующий герой, которого мы тестим, друзья, это Тракса. Давайте пробовать украсть у неё стрелу. Вот я Р-кой накидываю и краду. Ничего не крадётся. Давайте попробуем украсть у неё Гаст. И посмотрим, как он у нас работает. Он у нас работает вообще без задержек. То есть, он у нас сразу, мгновенно закидывается. Вон, Рики даже с Инвиза вытащила. Очень даже интересная тема. Так, Рикимару, иди отсюда. Хорошо. И что у нас есть ещё? Есть вот такая вот кнопка. Давайте её попробуем украсть. Нет, мы её украсть, к сожалению, не можем. То есть, вот эта тема у нас, пассивка, плюс нажатие для всех крипов даётся у нас дэмэдж для дальних крипов, друзья. Она, к сожалению, у нас не крадётся. Ну и всё, тут, в принципе, у Траксы больше нечего красть, только Гаст у неё крадётся. Погнали на следующего героя. Следующий герой у нас на тесте это Ланайка. Юзаем рефрекшн, крадём рефрекшн. Опа, а чё это такое? Почему рефрекшн не крадётся? Это как так вообще? Смотрите, юзай рефрекшн. Он не крадётся, это трэш. Мелт. Ставим сентри. Крадём. Ну, мелт крадётся, да. И бэкстебаем. Так, странно, что у нас не крадётся рефрекшн. Это очень глупо, как по мне. А давайте трап. Нажмём трап. Что он? Украл трап. Вот эту бестолковую кнопочку. Интересно, я смогу его трапы лопать рядом с ними? Нет, не могу я. Но это бред. Давайте украём ультимейт сам. Хорошо. Вот у нас вот такой вот трэпчик появляется. Как его взрывать? К сожалению, по кнопочке Т мы его взрывать не сможем. А если он нажмёт Т, и мы украдём Т, сможем ли мы... Да, мы сможем ближние трапы взрывать. Это так и работает. В общем, мы можем у ланайки украсть трап, но, к сожалению, взрывать его придётся от руки. Либо же воровать отдельно вот эту кнопку взрыва. Но это такой бред, если честно, ребят. В общем, вот такая вот тема. Держите в курсе. Сейчас будем разбирать одного из самых неприятных героев. Это Урса. Конечно же, давайте украдём у него Эрдшок. Эрдшок отлично крадётся. Анимация, кстати, у Рубика поменьше, нежели чем у Урсы. Давайте украдём у него вот эту штучку. Хорошо, быстренько бафаем и накидываем Урсе чисто типа лаху. Это забавно выглядит. Это реально выглядит забавно. Давайте ещё раз заюзаем. У нас анимация, кстати, чуть побыстрее, чем у Урсы, я так думаю. Нет, такая же абсолютно. И давайте накидывать. Очень прикольно выглядит, на самом деле. Быстро Рубик тычки выкидывает. И давайте украдём у него Ультимейт. Крадётся Ультимейт? Да, именно крадётся. И мы, в принципе, урона получаем меньше. Видели, урона вообще не получали. Но, к сожалению, больше там ничего это давать не будет. Ну, вот такой вот у нас Урса. Погнали следующего героя глядеть. Итак, друзья, у нас Vengeful Next. Давайте закинем стан. Вот так вот украдём стан. Посмотрим на анимации. Крадётся стан у нас. Ну-ка, чё у нас по анимациям? Быстро Рубик откидывает, в принципе. Ну, по-моему, в принципе, так же откидывает, как и на Венге. Но фиг с ним. Давайте ещё раз закинем. Вот так типа бежим. Опа, закидывается. Не, очень быстро закидывается. Чуть ли не мгновенно. Ну, у Венги, в принципе, так же. Но Венги чуть подольше всё равно. Далее смотрим террора. Забираем террора. Опа, кастуется он мгновенно. Этот террор. Нежели чем у Венги. У Венга останавливается немного и закидывает. А у нас на Рубике мгновенно кастуется террор. Это круто. Далее свап. Конечно же, юзаем вот так вот свап. Крадём свап. И, конечно же, можем свапать куда хотим. При этом анимаций никаких у Рубика нету. А у Венги есть. Чуть-чуть побыстрее у нас Рубик делает. И давайте посмотрим, улучшается ли аганимом. Да, улучшается у Венги. 45 секунд калдаун. Но у нас КД чуть-чуть побыстрее. Конечно же, всего 10 секунд. И это очень-очень круто. Что не обязательно, чтобы у Венги был аганим. В принципе, всё. Погнали на другого героя. Следующий герой это Баунти Хантер. Давайте украдём у него Тос. И посмотрим, что будет. Опа, крадём, закидываем. Также, в принципе, кидается. Да, у нас есть небольшая анимация. Ну, быстренько он кидает, в принципе, как и Баунти Хантер. Далее, давайте посмотрим. Поставим сэндр. Что у нас тут есть? Второй спелл это пассивка, к сожалению. Ну, давайте ударим. Окей, проверим. Может, что-то как-то поменяется. Нет, Тосик крадёт. Значит, у нас нет такой темы. Заходим в инвиз на Баунти Хантере. И крадём этот инвиз. Есть у нас тоже инвиз. Есть у нас бэкстеп. Всё отлично работает, ребятки. И самое интересное, давайте украдём у него трек. То есть, на Рубика вот закинулся трек. Опа. Давайте кинем на БХ трек. И кинем трек на вот этого Ксина. И посмотрим, что у нас будет происходить вдруг, если мы украдём Тос. Если так, Тос у нас, смотрите, закинем в ЦМ, он отскочит в Рубика. Отскочит. Всё работает. Соответственно, у нас также должна быть такая же тема. Кидаем Тос. Лол. Вы видели? Это как так? Подождите. А, бред. А почему в меня... Почему она из меня вылетает? Она должна от Ксина отпрыгивать. То есть, вот так должно работать. Это так должно работать, ребят. Всё. Видимо, трек на мне закончился. Давайте посмотрим ещё. Так. И тут треки... Непонятно. Закончились? Нет? Давайте ещё раз попробуем. То есть, вы поняли? Там какой-то баг был, что ли? Я не понял нифига. Давайте. Раз. Трек. Кидаем. Трек. Воруем. Трек. Кидаем. Ещё трек кидаем. Тосик воруем. Ля, такую бредятину. Тащу сижу уже 102 минуты, чтоб меня убили. Так. Не дай бог. Ладно. Закидываем. Отскакивает. Всё ровно. Причём на мне трек есть. Также всё работает. В общем, можно, если у вас... О! Видели? А сейчас как-то непонятно сработало. Вообще, чё такое там бредятина? Смотрите. Оп. А сейчас нормально сработало. Непонятно. Короче, есть какие-то тут недоработки. В случае, если вы накидали трек и потом украли Тос, то вы закидываете Тос. И Тос как-то отлетает. Непонятно. На самом деле, это такое. Ну и, в принципе, всё на Баунти Ханнере. Тут потестили. Гоу, тестит Ксина. Тестим, ребятки, Ксина. Давайте закачаем первый спелл. Опа! Крадём. Мы тоже юзаем. Отлично всё работает. Причём анимации у нас нет. Но у Ксина тут тоже анимации, по сути, нет. Он бежит и её отменяет от анимации. Рубик также её отменяет. Давайте украдём Фист. Фисты у нас тоже отлично воруются. Рубик у нас прыгает. Отлично дамажит. Прикольно. Прикольно работает. Далее. Флейм Гуард. Давайте украдём и Флейм Гуарда. Опа! Флейм Гуард тоже есть. И мы сейчас тут не будем получать урона, потому что у нас идёт всё это в третий спелл. То есть в инкаминговый дэмэдж, который идёт у нас магический. Мы его защищаем. Опа! Смотрите. Щит у него кончился раньше. Поэтому он начал получать дэмэдж. Оп! И тут закончился. Хорошо. Это есть. Давайте заюзаем вот эту тему. Сможем ли мы что-то своровать? Нет, не можем. Не можем, к сожалению, ребят, воровать мы ультимейт Пандорена. А если мы вернёмся, если даже вот просто понажимаем вот так вот, чтобы возвраточка была. Сможем ли мы её украсть? Нет, не можем. К сожалению, ультимейт Ксина и вспомогательный вот эту тему мы своровать, ребятки, не можем. Вот такая вот тема. Поехали. Next вы героев тестите. Итак, друзья, следующий герой у нас на тесте. Это, конечно, Бладсикер. Давайте украдём у него первый спелл. Я его, если честно, уже крал, сидел, тестил. Хорошо. Крадётся он без анимации. Юзается. Крадётся изи. Юзается без анимации. Как видите, можно накидывать. И, конечно же, всё у нас отлично будет работать. Далее у нас есть вот такой вот кружок. Давайте его тоже попробуем украсть. Крадём. И будет ли у нас какая-то анимация. Быстрее он, быстрее его кастует. Посмотрите. Сикер у нас так делает такую анимацию. А мы быстренько рубиком кидаем. И всё. Всё отлично. Ну и, конечно же, давайте закинем раптуру. Крадём раптуру. И также быстро кидаем. Ну, чуть-чуть побыстрее мы, чем сикер кидаем. И мы можем вот так вот бегать. Прикольно. Прикольно. Всё, в общем, на сикере у нас отлично работает. Так же, как и на рубике. В общем, погнали. Некстовый герой осмотреть. Следующий герой у нас это Боне Флетчер. Давайте украдём у него стрейф. Опа. Стрейф крадётся. И сразу везёт. Причём такой эффект красивый. У нас лук. Лук. Вы, посмотрите, у нас посох подсвечивается. Как будто это лук такой большой. Непонятная тема, на самом деле. Но работает. Работает. Давайте посмотрим по анимациям. В принципе, стрейф включается очень быстро. И мы также можем очень быстро его включать. По идее, без задержек всяких. Да, изи. Давайте попробуем украсть стрелу. Опа, закинули. Опа, закинули. Ну-ка, нет. Ооо. Да ладно. Я не знал. Честно, не знал. А почему я на рубика не могу теперь на Р-ке нажимать? То есть, подождите. Р. Р. И не накидывается. Лол, а как так? А так стреляет, да? Прикольно. Вы знали? Лол, я не знал. Получается, стрелу можно у Бонника украсть. Я надеюсь, это не баг лоббик какой-то. Как видите, стрелу крадет. Это круто. Это круто, ребят. Блин, еще одна тема на керри билд. Надо, чтобы Бонник был в ВС. Хорошо. Далее, конечно же, у нас инвиз, ребятки. Заходит Бонник у нас в инвиз. Давайте поставим сентрик. Крадем инвиз. Спокойно также крадется инвиз. Ну и, конечно же, самое, что нам нужно проверить, ребятки, это то, как у нас будет работать вот эта способность именно. Как, не помню. Дэспакт, не помню. Дарк пакт, это у Сларка Дэспакт. И пробуем украсть. Дэспакт тоже работает. Отлично. Вообще, у Бонника все работает. При этом, анимация у нас чуть побыстрее на Дэспакт. Это очень годно, ребят. В общем, Бонник очень полезен для Рубика. Можно украсть и второй спелл, и бег. Вообще, все скиллы воруются. Это годно. Ну, поехали. Следующий герой, друзья, у нас это Бруда. Давайте украдем у него первый спелл. Опа, закидывается. И вот так вот делаем. И что у нас получается? Смотрите, вон, маленький криточек. Без задержки мы закидываем. Конечно же, появляются у нас такие паучки. И это очень круто. Давайте попробуем украсть сеточку. Смотрите, вот так вот берем у Бруды сетку вот эту. Опа, и ставим сюда. При этом замедление, задержек никаких нету. Кастов. И, конечно же, сетку мы создаем очень быстро. Сможем ли мы украсть ультимейт? Вот Бруда нажала ульту, и мы пробуем украсть. Нет, к сожалению, крадется только сетка. Ребят, ничего у нас по-другому никак не получается. И, кстати, насчет вот этой сетки я вам скажу сразу. Что если вы крадете какую-то другую способность, то, к сожалению, вы теряете вот эту сетку. То есть нету такого, что если вы украли сеточку и будете везде их наставлять, то у вас получится Рубик такой, что будет как Бруда. К сожалению, это так, ребятки, не работает. Вот такая вот тема, братцы. Погнали на другого героя. Следующий герой на тесте вот у нас. Нерубян Ассасин Анубарак. Давайте украдем у него импейл и посмотрим, что будет. Украли импейл. Задержка есть у нас. Но небольшая задержка есть на создание импейла, но не такая, как у Неруба. У Неруба прям целый каст идет такой серьезный. Давайте заюзаем Моноберн в Рубика. 500 маны. Ах ты, иди сюда. И тоже юзаем у него Моноберн. Причем Моноберн идет у нас без задержек. Это очень круто. Мгновенно сразны. Давайте заюзаем Карапас. Крадем Карапас. Есть у нас Карапасы. И нету эффекта Карапасов на Рубика. Посмотрите, нету у Рубика эффекта Карапасов. Но в это время, когда Нерубян Ассасин его ударяет, он уйдет в стан. Посмотрите. Оп. Значит, что отражение есть. Но эффекта Карапасов нет. Держите в курсе, что это очень нужная информация. Ну и, конечно же, остается у нас Виндеточка. Давайте посмотрим, что у нас будет с Виндеттой. Заходит Нерубян Ассасин в Инвиз. И мы тоже заходим в Инвиз. И бэкстебом. Да, все отлично работает. И Нерубян Ассасин у нас получает Чапалах. И мы тоже получаем Чапалах. Ну и, в принципе, тут все мы проверили. Давайте теперь посмотрим. Вот такую тему. Итем 300. И Нерубян Ассасин закапывается. Сможем ли мы украсть Бороу? Нет, к сожалению, Бороу у нас, ребятки, не крадется. И Неруб спокойненько у нас не отдает эту способность. Ну, вот такая вот, ребятки, тема. Неруба проверили. Погнали на следующего героя. Следующий герой на тесте это Нерубян Вивер. Давайте закинем пауканов и попробуем их украсть. Паучки крадутся. И отлично. Они, кстати, без задержек закидываются в оппонентов. И это очень-очень годно. Ну, вот тут такая тема. Далее, давайте проверять. Крадем Шукучи. Опа. И также у нас Рубик начинает бегать. Это реально годная тема. Если честно, Вивер один из моих любимых героев. Так сказать, фаворит в том, что ВС Рубика очень комфортабельно играть. Вернее, Рубику ВС Нерубян Вивера будет очень приятно играть. Потому что вы сможете вот так вот бегать и задрачивать. Это жестко. Ну и что у нас тут остается? Таймлапс, конечно же. Опа. А ты куда? Ага, понял. Понял. Но это механика игры, к сожалению, немного подлагивает. Потому что, посмотрите, найду кучу. И давайте украдем таймлапс. Опа. И у нас сразу же с нашим аганимом улучшается наш ультимейт. Вернее, Вивера ультимейт сразу же улучшается. И мы можем возвращать союзника в жизни. То есть, не обязательно, чтобы у Вивера был аганим. Главное, чтобы у нас был аганим. И это очень годная тема. По анимациям, в принципе, тут все и так понятно. Тут особо анимаций никаких нет. Самая годная тема. Это то, что мы можем возвращать себя, так сказать, вот этим таймлапсом. Держите в курсе. Погнали на Nextого Героя. Следующий герой Мартретка. И, к сожалению, у Мартретки, кроме Даггера вот этого, который даже без анимации жестко вылетает. И кроме второго спелла мы ничего украсть не можем. Но это, кстати, годная тема. Также можем проблинковаться и делать вот такие вещи. И более ничего мы тут украсть не можем. Коротенький тест такой. И погнали Next. Самый интересный, друзья, тест. Теперь у нас тут Эссефиус. Давайте заюзаем ближний Койл и украдем у него. Мы не можем украсть почему-то. Посмотрите, ближний Койл. Не можем украсть средний Койл. Странная тема. Но когда мы заюзаем Цэшку на Эссефе, мы сможем красть Койлы. То есть независимо от того, что он у нас там делает. Все, у нас крадутся Койлы. То есть у Рубика почему-то такая специфика, что крадется только дальний Койл Эссефа. Не ближний, не средний. А именно дальний. Причем пока он не заюзает дальний, вы не сможете украсть вообще Койлы. Вот такая тема. Ну и конечно же у нас тут у Эссефа есть еще ультимейт. Давайте его заюзаем. К сожалению, душ нету. Но мы ультанем. Душ, если что, соберутся. Рубик отлично также крадет у нас этот ультимейт. И у нас такая специфика, что Рубик крадет именно ультимейт с тем количеством душ, которые есть у Эссефа вот здесь вот в Некромастере. И это важно понимать, друзья. То есть если у Эссефа нету душ и он ультанул, то вы такой же ультимейт слабенький украдете. Держите в курсе. Аганимов тут нету. Ну и все, погнали на следующего героя. Следующий герой у нас Сол Кипер. И давайте заюзаем первый спейл и крадем. И также юзаем на кнопочку С. По-моему у нас нету даже вообще никаких тут анимаций. Да, быстренько очень создалось. Давайте посмотрим. Ну у Терроблейда долго он в принципе создается. Так даже не отменяется эта анимация. У Рубика побыстрее. Да, у Рубика побыстрее кастуется эта тема. Давайте заюзаем иллюзии на Терроблейде. Крадутся ли иллюзии? Да, иллюзии также на Рубике крадутся. И можно вот так вот сделать вот такую вот иллюзию прикольную. Ну и такая вот тема. Далее смотрим. Метаморфоза. Ну конечно же метаморфоза Рубик у нас никогда не украдет. Посмотрите, просто не крадется метаморфоз Ну и давайте заюзаем Сандер Будет ли у нас Сандер с задержкой или нет? Или будет мгновенно меняться? Ну, мгновенно, в принципе, меняется Побыстрее, чем у Террор Блейда Да, меняется побыстрее, и это очень годная тема Жалко, что метаморфозу не забирает Ладно, поехали на другого героя Следующий герой у нас Спектра, друзья Давайте закинем даггер, украдем даггер И закидываем даггер Кстати, без задержки кидается Мы можем проходить сквозь деревья И сквозь деревья, и всякую прочую тему мы также можем делать В принципе, у Спектры там дальше уже остается пассив Давайте попробуем, кстати, вот эту тему украсть Опа, крадется? Нет, даггер так крадется Страшно, конечно, нажимать будет ультимейт на Спектре Потому что я ее украду Я ее ультимейт украду Но тут есть у нас небольшая проблемка Я надеюсь, у меня сейчас комп не залагает, ребят Ультуем Создаются везде иллюзии Начинается жесткая суета, много рубиков И, конечно же, портануться так же я могу К этой иллюзии То есть вот у меня появляется обилочка И я могу спокойно портануться Но у Спектры это все отлично работает То есть, как у Спектры? У Рубика, вернее, это все отлично работает С помощью Спектры Так что, ребят, вот такой тест Погнали на следующего героя Следующий герой у нас это Виномансер Давайте попробуем украсить у него Виномус Гейла Посмотрим, какая у нас задержка на первую Ну, в принципе, задержка такая же, как и у самого Рубика Хотел сказать, у Виномансера В принципе, такой же эффект Быстренько все создается К сожалению, пассивочку яд не можем украсить Но можем украсить вот эту змейку Я играл, кстати, против Виномансера Прикольно, змейки вот так вот спамишь И прикольно это все работает Ну, давайте попробуем украсить ультимейт Украдется ли ультимейт? Крадем мы ультимейт И ультимейт сразу у нас идет улучшенный Ребята, посмотрите 60 секунд калдаун И 16 секунд по 110 урона Не обязательно, чтобы был Аганим у Виномансера И это самая главная тема Главное, чтобы у нас был Аганим И тогда воруйте способности И все у вас отлично, друзья, работает Вот такой вот у нас Виномансер Погнали на следующего героя Следующий герой у нас Вайпер Давайте попробуем вот так вот закинуть Сможем ли мы украсить эту способность Нет, к сожалению, не крадется И смотрите, когда я пытаюсь что-то у Вайпера украсть На меня красиво срабатывает Как будто я наношу ему урон Лол Забавная тема, кстати Жалко, что не работает у нас Первый, что не можем мы его украсть Да, не можем Но, к счастью, можем украсть вот этот Вайпер Страйк, я так думаю Да, крадем мы его спокойно И у нас, конечно же, идет уже сразу с Аганимом А это значит, что наш Аганим улучшает Сразу же ультимейт Вайпера И на большую дистанцию мы можем ему в ответку так закинуть И нету, нету никакой задержки Да, просто сразу Рубик кидает Да, отлично, без задержек Просто закидываем сразу ультимейт И поехало В принципе, тут более нечего тестить Следующий герой на тесте Это Геомансер Давайте попробуем заюзать на клоне что-нибудь Давайте, на нем А тут сможем украсть? Нет, тут мы не можем А если на клоне? Да, у клона мы можем это украсть И пуф идет Что? Я, когда пуф юзаю, у меня есть звуковое оповещение Забавно Я сначала думал Подождите, у меня же нет спаун-крипов В общем, это работает так Анимация такая Давайте закинем сеточку Крадем сеточку Закидывается она сетка без анимации Ну и в принципе, тут более ничего нету Ультимейт мы никак не можем Пуф, это ржомба Забавно Блин, это забавно, друзья Следующий герой, которого тестим Это Разор Давайте заюзаем первый спелл на Разоре Украдем его Ну и за пассивки мы будем постоянно получать урон Урон, когда будем что-то красть Без задержек у нас кастуется второй Давайте попробуем украсть у него Кастуется первый, вернем Попробуем украсть у него второй И крадем мы второй у него И начинаем, да, начинаем Начинаем высасывать, ребятки Начинаем высасывать Давайте ультанем Крадем ультимейт И смотрим, улучшен у нас ульт или нет Нет, 62 Ага, 30 секунд 0.5 А у нас задержка должна быть 0.4 Да, у нас сразу же ультимейт Разора идет улучшенный за счет нашего Аганима, друзья Посмотрите Тук-тук-тук И я его тык-тык-тык-тык Побыстрее бью И почти убиваю Это очень-очень грозная тема, друзья Не обязательно, чтобы у Разора был Аганим Главное, чтобы у нас был Аганим Ну а в принципе по анимациям, по кастам Тут все простенько, друзья Никаких новшеств тут нету Погнали на другого героя Что ж, друзья Самое время проверить у нас Сларка Что мы можем украсть Сларка Смотрим Опа, Даркпакт заюзали Юзаем тоже Даркпакт Но у нас юзается он в принципе без анимации Легко И конечно же юзаем прыжочек Не попадаем И так же не попадаем И юзается прыжок Это прикольно Ну-ка, Шадоу Дэнс Ушел у нас Шадоу Дэнс Сларк И попробуем украсть этот Шадоу Дэнс Что будет происходить Заходим в инвиз И находимся просто в инвизе Быстро не бегом Это просто так у нас получается инвиз Без регенерации К сожалению Пассивку Сларка мы не воруем И это очень плохо Очень плохо Что к сожалению У нас ультимейт Несмотря на то, что тут все написано Что мы регенимся И получаем МС К сожалению Мы ничего не получаем Мы просто заходим в инвиз И просто можем бить оттуда И нас не будет видно К сожалению Только вот такая тема Друзья Ну что ж Поехали на некст его героя Самое время Друзья у нас проверить Войда Войд у нас крадет Вернее мы у Войда Крадем Таймволк Прыгаем Окей И мы также прыгаем Но у нас кстати Задержки нет вообще На прыжок Мы мгновенно это делаем И конечно же Остается только проверить Купол Если мы в куполе Замираем для Войда И Войд бегает С 1000 МС То мы Крадем купол Ставим на Войда И Войд будет бегать Медленно Но мы будем бегать быстро При этом наш купол Уже сразу идет улучшенный По 60 секунд КД И конечно же 6 секунд Он стоит Это очень-очень классно Но на Войда Лучше купол конечно не ставить Но это я уже показывал В других тестах Друзья В фишках так сказать Ну и все Погнали на других героев Самое время друзья У нас проверить Гаргону Проверить ее Вот эту вот способность Мы только что переключили Опа Только что переключили Способность И мы можем По идее украсть Да смотрите Мы ее можем украсть И что Рубик будет Смотрите что делается Ля Да ладно Это так работает Я не знал честно Я надеюсь это баг лобби Ребята Потому что это так не должно работать Пойдемте Потестим Вот эту тему Неужели это тема рабочая Посмотрите Круто тенечка Но если честно Я когда играл против Гаргоны Я у нее Не смог своровать с первой Неужели мне просто так Не везло Но это работает Сплит работает Окей Закидываем змейку Крадем змейку Смотрим Есть анимация Анимация очень мизерная У нас на змейку Давайте завязаем щит И украдем щит Работает у нас Также Мана шилд И конечно же Давайте еще до кучи Украдем Стангейз Работает у нас Стангейз Тоже мы его украли Смотрите Нагадузович Нас уже Застангейзил И давайте мы Застангейзим У нас анимация В принципе такая же Как у медузы И в принципе Эта тема работает Самое уникальное Это то что Можно украсть Вот этот сплит В случае если она Переключила Блин это годно Честно Это реально годно Посмотрите на это Это круто Стоп Мы еще и хилимся С этого Значит ли это то Что мы Подождите У нас есть Акторин И он Рубик считает Что это магия Подождите А если мы Итем Девины Как там Минус итем Дев Минус итем Див Минус итем 158 Значит ли это то Что мы будем Хилиться Больше С атак Если будем бить На Акторине Лол Это работает Так Пацаны Вы поняли То есть в чем прикол Вы поняли В чем прикол Смотрите Я хилюсь Стычек Сларка убил даже Вы поняли В чем прикол То есть получается Ага А так не хилюсь Понял Я понял Эту механику То есть получается Если Вот эти вот То есть это Получается массовый Такого Причем он считывается По-моему Со всех Давайте еще раз посмотрим А ну-ка 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 Это очень интересная Механика Я вам сейчас Объясню Лол И со всех Считывается Вампиризм Вы прикиньте Это как во второй Доте у Медузы Есть такой прикол Вы берете Вампиризм Вы берете Вампиризм И вы начинаете Сплитом всех бить И получается С каждого героя На которого летит Это Сплит Ударная Тема На каждого героя На каждого героя Накладывается Вот этот Вампиризм И вы отхиливаетесь Поэтому Медузу Тяжело Убивать Пятером Потому что Она начинает Со всех Со всех Стрел Брать Вампиризм Тут такая же Тема Но только Сакторина Почему-то Почему Сакторина Акторин Ведь это Отхил от Магии Непонятно Но если мы еще возьмем Доминатор Я более чем уверен Это будет работать Давайте еще возьмем Минус Итем Доми И посмотрим Что у нас будет Ну-ка Подомажь меня Подомажь 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 Давай 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 Домажь меня Очень интересная Механика Ребятки Если честно Не думал Что до такого Можно будет докопаться Давайте Посмотрим Что у нас будет С доминатором То есть Если я так Отхилился Со сплита То еще С руки И со сплита Должен отхиливаться Нет Ля жесть Какая Это жесть Ребят Это страшилка Вырубай Что ж Друзья После этой Медузы Самое время У нас Проверить Конечно же За это За это Способности Давайте Смотреть Что у нас Можно украсть За это А что нет Давайте Заюзаем Флакс Конечно же Крадем И юзается Он у нас Интересно С задержкой Или без Но в принципе Он и так Без задержек Кидается Как видите Закинулась Изи Давайте Украдем Поле Поле У нас С минимальной Задержкой Но все Большинство Кастов В доте Я так Смотрю На рубики Они очень Быстро Создаются Нежели Чем Каст Фантома Единственный Каст Фантома Создается Дольше Давайте Спарка Украдем Крадется Лиспарк Быстро Быстро Ставится Очень быстро То есть Смотрите Даже быстрее Чем у Зета По-моему Хотя Нет Так же Но все равно Рубика Чуть побыстрее И давайте Самое интересное Конечно же Украдем Ультимейт Можно Нет Ультимейт Не крадется А попробуем Если вот У него Что-то Украсть Получится Да У него Крадутся Крайние Способности То есть Если Там Будет Поле Это Мы конечно же Украдем Поле И Если А ну-ка Проверим У него Поле Было Создано И мы Его Крадем Нет Оно Уходит В КД Вы Поняли В чем Прикол То есть У Зета К сожалению Ничего Кроме Первого Второго Третьего Украсть Мы Не можем Но Также У его Вот Этого Дабл Темпеста Мы Можем Также Украсть Способность Которую Он Заюзал Крайний Раз Вот Такая Тема Погнали На Некстовых Героев Следующий Герой Которого Мы Обозреваем Это Конечно Кристалл Давайте Возьмем У нее Первую Способность Украли Кастуется Она Мгновенно Каста Почти Нет Давайте Возьмем Прост Байт Вот Так Она Цемочка У нас Остановилась Давайте Заюзаем Мгновенно Кидается Сейчас Проверим Как На Цемочке Это Кидается Вообще Но У Цемки Каст Намного Больше Ну И Конечно Давайте Ультанем На Цемки Собьем И Украдем Ульт Смотрите 310 урона И У нас Тут 250 Это Значит Что С Аганима Мы Сразу Улучшаем Ее Ультимейт Это Значит Это Годная Тема Ну И Конечно Кастуем В принципе Так же Как и Постоянно Кастует У нас Цемка Рубик Правда Маш С этим Посохом В общем Не обязательно В принципе Все Погнали С следующего Героя Следующий Герой Которого Мы Тестируем Это У нас Энчантерс Давайте Проверим Второй Ее Спел Вот так Вот Мы Кастанули И У нас Воруется Отлично Эта Способность Анимации Почти Нет Анимация Очень Быстра Ну И Так же Мы В принципе Сможем Спокойно Воровать Вот так Вот Крипов И Она Может Так же Воровать Этих Крипов Конечно Жны У меня Еще Актарин Ладно Это Посмотрим Сможет ли Рубик Украсть Хил Да Рубик Также Крадет Хил Давайте Побьем У нас Рубика Посмотрим Что он Регенится Да Рубик У нас Отлично Регенится Все у нас Хорошо И давайте Закинем Импетусы Посмотрим Будет ли У нас Эта Тема Работать Сможем Лим Украсть Нет К сожалению Импетусы Не Воруются Давайте Вот так На Автокаст Поставим Сможешь Ли Украсть Нет К сожалению Импетусы Не крадутся В отличие От Бойника Конечно Все Немного Тут По другому Ребят В принципе Тут Более Тестить Нечего Второй Третий Спел Спокойно Воруются Касты Немного Побыстрее В принципе Все Следующий Герой Которого Мы Тестим Это Пак Давайте Украдем У него Орбу Опа Воруем И Кидаем Мгновенно Кидается У нас И Также У нас Появляется Эта Штучка Чтобы Телепорт Можем Эту Штуку Украсть На Телепорт Нет К сожалению Вот эта Вещь Не воруется Вообще Нам Смысла Нет Ее Воровать Потому Что Я не знаю Какое Должно Применение И В принципе Анимация По любому У Рубика Она чуть-чуть Побыстрее Он Рубик Мгновенно Кидает И все Отлично У Рубика Работает Далее Давайте Украдем Сайланс Воруется Ли у нас Сайланс И Да Воруется Сайланс Давайте Посмотрим Анимации У Пака Он в принципе Очень быстро Кастуется Мгновенно Есть Такая Задержка Немного Но Сейчас Посмотрим Как оно Это На Рубике Выглядит Но На Рубике Чуть Побыстрее Все равно Давайте Попробуем Украсть Шифт Езается На Паке Шифт Выходит Шифта И Да Воруется Шифт Отлично Если честно Вот эта тема Мне очень нравится Что Шифт Воруется У нас На Рубика И Это Реально Годно Ребятки Кто не знал Пользуйтесь Это Годная Тема Ну и Давайте Конечно же Койл У него Украдем И посмотрим Что у нас Произойдет Смотрите Есть ли тут Койл 05 600 Last 7 И Конечно же Наш Аганим Улучшает Его Койл И Это Самое Главное Ребятки Самое Главное Что Паку Не обязательно Иметь Аганим Чтобы У нас У Рубика Был Улучшенный Улучшенный Аганим Улучшенный Аганим Улучшенный Ультимейт На Паке Вот такая Вот у нас Тема Так что Смело Пользуйтесь Аганим На Рубике Улучшает Дримкоил Пака И можно Сразу же Душить В принципе Тут более Тестить Нечего Анимации У Рубика Чуть Побыстрее И Конечно же Дримкоил Есть несколько Интересных Тем Давайте Украдем Первую Способность Отлично Работает Мгновенно Он ее Кидает Если У Чена Немного Такая Анимация Долгая То у Рубика Мгновенно Все закидывается Давайте еще раз Посмотрим Просто Рубик Мгновенно Кидает Давайте Затестим Тест оф файт Конечно же Закидываем И так же В ответочку Быстрее У Рубика Все быстрее Это работает Уф Тест оф файт У нас Вот эта тема Такая Что Кого бы на базу Отправить Если честно Давайте Возьмем Цемочка Отправим На базу И попробуем Так же Украсть Это отправление На базу Сейчас Мы Заюзаем Опа Юзаем Оп Мгновенно Портануло Потому что Считается Что это Его Да У меня Так же Есть Эта тема И мгновенно Отправляем Цемочку Домой Значит Все работает То есть Вот этот Спелл Можно Украсть Можно Украсть У Чена Далее Смотрим Ребятки Крипа Вот здесь И посмотрим Что у нас Будет происходить При этом Давайте еще Чена Будем хилить Воруем Есть у нас Эта способность Причем Она Смотрите Тут Кстати Неизвестно Можно ли Будет нам Переманить Эншента Нет Эншента Мы не можем К сожалению Переманить Мы даже Направить На него Не можем Ребята Это значит Что наш Аганим Не улучшает Третью способность Ну и давайте Конечно же Вот так Вот сделаем Еще раз И Переманим Этого Крипа К сожалению Хитпоинты Не добавились То есть Если Оппонент И вы Будете Вот так Вот играться Чтобы переманивать Постоянно Одного Крипа Хитпоинты Ему Не добавляются И к сожалению К сожалению Мы не можем Украсть Эншента А давайте Возьмем Ну Аганимчик Нашему Чену И посмотрим Что будет Итем 300 Давайте Сделали Хорошо Давайте Украдем Хил У Чена Посмотрим Как это Работается Хил Также Мгновенно Кастуется Но у Чена Все равно Задержки Чуть побольше Единственная Анимация Которая Долго Идет Это конечно Анимация Фантом Лансера Его копья Я это Заметил А попробуем Хил Украсть А хил Не можем Это шкрип Все Понял Базар Удек Так Смотрите Далее Что нам Нужно Проверить Чен Должен У нас Своровать Эншента Эншента Сейчас мы Своруем Эншента И посмотрим Сможет ли Рубик После того Как Чен Своровал Эншента Украсть Тоже Эншента С помощью Третьего Спела Но третий Спел У него Уже будет Улучшенный У Чена Правильно Ведь наш Аганим Не улучшает Третий Его спел Это мы Уже Только что Поняли Воруем Вот эту Тему Да И так Вот это Работает К сожалению Рубик Аганим Бесполезен Бесполезен Против Чена Третьего Спела Он бесполезен Пока у Чена Не появится Аганим Вы не сможете Приручать С помощью Третьего Спела Чена Вот этих Крутых Динозоверов В принципе Ребятки Вот такая Вот тема Рубика Все вроде Улучшается Но не все Именно поэтому Здесь я это и тестирую Ребятки В общем Вот такая вот тема Поехали на следующего героя смотреть Следующий герой у нас на тесте Это Кипер Давайте украдем у него Первый спел Опа Он вот так вот кастует И мы тоже Также будем стоять Кастовать Это интересная тема Все Котл у нас откидывает И Рубик Также откидывает Нет смысла говорить Тут про время кастов Потому что Иллюминейт у нас кастуется В зависимости от уровня прокачки Определенное время Ну и что ж Эту тему мы своровали Давайте посмотрим Как у нас будет работать Монолик Закидываем Мгновенно Рубик откидывает Монолик И конечно же Бегаем И мана уменьшается Это понятно Воруем третий спел Хорошо Мгновенно Третий спел Смотрите Если у Если у Эзолора Есть вот такой каст То у Рубика Каста Этого вообще нет Он мгновенно все делает Ну и давайте попробуем Украсть Метаморфозу Нет Метаморфозу К сожалению Как обычно Мы своровать Ребятки не можем Но давайте попробуем Блайн Своровать Будет ли он Вороваться Да Он воруется Отлично работает Анимации все работают Ну и конечно же Телепорт Давайте проверим Телепорт Вот так вот Воруется Да Отлично У нас вся эта тема Ребятки Работает То есть вот эти Вспомогательные способности Мы можем Своровать Мы можем Первый, второй, третий Своровать И вспомогательные способности Во время Метаморфоза Которые доступны У Эзолора Мы также можем Ребятки Воровать Ну и Аганимом Тут в принципе Ничего Не улучшается Потому что У Эзолора Сама фишка Аганима Именно в Форме Друзья Но форумы Мы своровать Не можем Поехали на другого героя Следующий герой У нас Зевс Друзья Давайте украдем У него молнию Посмотрим Как она будет Работать у нас Мгновенно В принципе Кастуется Она у нас То есть нету Какой-либо анимации Очень быстро Кастуется Если у Зевса Есть еще какая-то Анимация То у нас Здесь анимация Минимальная Это очень годно Ой-ой-ой Там по ребятам Молнию закинул И это очень-очень плохо Ладно Хорошо Но у Зевса То есть чуть-чуть подольше Этот каст У нас очень быстрый Далее Вторая Вторая способность Зевса Воруем Она кстати тоже у нас Почти без задержки Кастуется Чуть побыстрее Давайте еще раз Закинем Опа Ну у Зевса В принципе Такая же анимация У Рубика Такая же Я вот смело могу Эту тему заметить Далее Что мы должны Конечно же Своровать Следующая у нас Способность Это у нас будет Конечно же Ультимейт Давайте Заюзаем его Полетела молния И тут у нас тоже Молния нанесла урон И воруем Воруем И смотрим Улучшается ли у нас Сразу с аганимом 640 урона Да Не обязательно Чтобы у Зевса Был аганим Обязательно Чтобы у нас Был аганим Наш ультимейт Вернее Ультимейт Зевса Улучшается Нашим аганимом И это очень-очень Годно Ну и конечно же Все будет работать Не знаю Там ребята Надеюсь не умрут Ну гоу Заюзаем Вот так У нас получается Ультимейт Жестко наносит урон Ну и все В принципе работает Более тут нечего Тестить Анимации вы видели И аганим Улучшает у нас Вот эту способность Зевса Погнали Next у героя Следующий герой На тесте Это у нас Пропхед Юзаем Первый спейл Спруты Также Крадем их И кастуются Они примерно Одинаково Каст Мне кажется Ну блин По-любому Рубика побыстрее Смотрите Если Фурион так кастует Рубик Ну вроде одинаково Не знаю Разницы я не вижу Давайте заюзаем телепорт И украдем Будет ли у нас Доступен телепорт Хорошо Он у нас работает И время каста Будет абсолютно Идентично Времени каста У нас у Фуриона Потому что там Через определенное время Вдп Ну и давайте Конечно же Закажем немного пеньков И воруем этих пеньков И сделаем пеньков Из пеньков Не получается Хорошо Каст очень быстренький Кстати у нас Давайте пеньки Против пеньков Будут у нас Сейчас драться Каст у нас Намного быстрее Нежели чем у Фуриона Фурион у нас Поднимает руки просто и короче заказывает вот этих пеньков по алиэкспресса но к сожалению к сожалению у нас герои немного побыстрее их заказывает поэтому лучше вас лучше воспользоваться услугами рубика конечно же нежели чем фуриона далее смотрите что у нас есть еще тут у нас есть такой прекрасный ультимейт который долбит по всей карте и полетел полетел влево вправо все и все good давайте украдем его украли и смотрим 60 секунд и 18 целей наш аганим аганим на рубике сразу же улучшает его ультимейт это значит что не обязательно покупать аганим на фурионе то есть если там дамагерский фурион то вы сможете спокойно вот так закинуть ультимейт и конечно же все будет огонек странно почему-то крипы не появились так не должно работать ребятки должны были появиться крип и я знаю точно что это тема рабочая в игре потому что я играл против фуриона у которого не было аганим а не было аганима и крип и появлялись я не знаю почему сейчас не появились они должны были появиться давайте еще раз посмотрим эту тему очень странная тема ее ей ей ла наша по мне герои тут не у нас странно крипа не появляются а должны появиться ребятки скажу сразу что в игре эта тема работает на 100%, я более чем уверен, потому что я эту тему знаю, я эту тему уже смотрел. Странно, почему тут не работает. Ну, давайте попробуем, типа, итем 300. Неужели это баглобик какой-то? Давайте поверху запустим, чтобы по лесу, по верхнему прошлось. Хорошо, пошло по лесу. Ну, вот сейчас, типа, появились крипы, да? Окей, воруем. То есть, то же самое должно быть. Странно, очень странно. Давайте юзаем. Не появляется. Видите, у Рубика не появляется. Но в игре у меня появлялись, ребят, сразу говорю, в игре у меня появлялись крипы. Ладно, это потестили. Это, скорее всего, баглобик какой-то и в игре все будет нормально, потому что я когда писал гайд, я играл против Фуриона, и я начал этими же трендами пушить. Причем у Фуриона не было аганима. Очень странная механика, почему-то, в лобби. Но ничего, разобрались. Погнали на следующего героя. Следующий герой, который у нас тут есть на тесте, это Силенсер. Давайте украдем у него курсу. Смотрите, он на нас заюзал курсу. И мы намного быстрее кастуем. Ну как намного? Посмотрите, как он кастует, так тык, такая анимация. И как это делает Рубик. То есть оп, сразу и быстренько. Но Рубик побыстрее в любом случае закидывает. И давайте попробуем Глейвы украсть. Нет, Глейвы не воруются. Давайте подамажим Рубика немного и райт-кликом поставим даже. Попробуем побить. И что? Посмотрим у нас будет. Воруется ли Глейв? Нет, Глейвы у нас не воруются. Попробуем тогда курсу. Еще одну вот эту курсу. Last Word. У нас последнее слово. Попробуем украсть. Опа, залетает нам Силенс. Сейчас посмотрим, что у нас будет, когда мы украдем ту же самую способность. Опа, воруем. И мгновенно у нас каст такой мгновенный. То есть у нас нету анимации вообще никаких на эту способность. Ну, в принципе, этим Рубик и славится, да, что нету анимации толком. Давайте посмотрим, что у нас будет, если мы заюзаем вот эту глобалочку и украдем ее. Сможет ли Рубик воспользоваться глобалкой Сайленсера? И улучшается ли она? Закинули глобалку. Да, и добавляет у нас аганим. Смотрите, у нас написано Apples Current Level of Curse. То есть добавляется левел курсы во время действия вот этого Сайленсера. Сайленса, вернее. Но, смотрите, не работает. Все равно не работает. То есть у нас считается, как будто у нас первого спелла нету. И давайте анимацию поссорим на Рубике. Анимация мгновенная. Очень странная тема, ребятки, что не работает у нас курса. То есть как бы у нас есть на Рубике аганим и должен первый спелл пробафаться во время действия вот этого Сайленса. Но он почему-то не работает. Но типа, наверное, эта механика такая, что у Рубика нету курсы, то есть вот этой способности, и поэтому она не вешается. Ну, видимо, такая тема. Ну, а давайте проверим вот так вот тогда, чтобы уже наверняка. И юзаем. Юзаем вот эту способность. Да, получают у нас союзники наши урон. И сейчас все, курса у нас заканчивается. Пропишем всем хитпоинты, чтобы они умерли. И воруем эту же курсу и заюзаем. Нет, не работает все равно, ребят. Для того, чтобы работала вся вот эта тема, нам нужно, чтобы у нас была и курса, и, конечно же, чтобы у нас была Global Silence украдена. Ребят, к сожалению, не бафается у нас первый спелл. Даже с нашим агонимом и с агонимом оппонента. Знаете, ребятки, такую тему. Поехали на следующего героя. Следующий герой на тестах у нас это Лина. Давайте украдем у нее Dragon Slave. Посмотрим, как он кастится. Он быстрее намного кастится, чем у Лины. У Лины и такая анимация, она еще так долго замахивается. То есть время каста у нее чуть-чуть побыстрее. У Рубика просто он махнул, и все. Это хорошо. Далее. Стан. Посмотрим, как Рубик кидает его. Рубик кидает его чуть-чуть побыстрее. Посмотрите так. Оба. А Лина, она вот прям вот очень долгий, такие тяжелые у нее анимации. Но ничего, разобрались. Ну и кидаем, конечно же, в Рубика агоним. И воруем этот агоним. И улучшается ли? Да, улучшается у нас сразу же, ребятки. Сразу же с нашего агонима, с агонима Рубика у нас улучшается ультимейт Лины. И не обязательно, чтобы у нее был ультимейт. Не зря говорят, что Рубик сын синего догона. Следующий герой у нас прикольный. Это у нас Шторм. Давайте украдем у него Ремнан. Смотрите, как он быстро кастуется. То есть он, в принципе, без задержки кастуется. Но, блин, а что? Какая разница, задержка, не задержка? У нас же тут нету задержки. Окей. Воруем второй. Опа, поймали нас. Хорошо. Воруем второй. Смотрим. Абсолютно так же работает у нас на Рубике эта способность. Но вроде как анимация побыстрее. Потому что, посмотрите, давайте посмотрим. Вот я заюзал и отвожу. И теперь на Рубике попробуем это же самое сделать. Давайте еще раз перебафаем, чтобы увереннее играть. Ну, не знаю. Судите сами, быстро или не быстро. Окей. И, конечно же, самое интересное, это ультимейт на Шторме. На Рубике это просто годная тема. Мы становимся просто неуязвимыми. Как будто вот прям вот... Как будто мы мини-шторм даже. Я вот так вот выразился. Вот даже мини-шторм мы какой-то получаемся. Вот такая вот тема на Рубике работает у нас абсолютно хорошо. Лайтнинг от Шторма. И можно летать куда хотим и сколько хотим. Классно, когда у вас 30 зарядов Бладстоунов. Вы на Рубике просто летаете, как будто вы Шторм. И ловит. Кстати, Шторма хорошо у нас Рубик. Потому что у Рубика есть еще Телекинезис. Еще добавок Хекс нам какой-нибудь. И вообще нормалек. В общем, получается вот так вот работает все на Шторме. Поехали другого героя смотреть. Следующий герой у нас на тестах. Это, конечно же, Виндранка. Давайте заюзаем Виндранкой шекель. О, вот такие шекели. Я о них мечтаю на самом деле. Мечтал на гайде. И воруем Рубиком вот этот шекель. И, конечно же, только вот так вот, как я сейчас кинул. Только так я могу вязать оппонентов. Но, в принципе, анимация у нас на Рубике. Давайте еще раз посмотрим, какая у нас анимация на Рубике. Смотрите, на Виндранке так он кидается. И на Рубике. На Рубике задержка чуть-чуть побольше, мне даже кажется, чем на Виндранке. Давайте еще раз посмотрим, как у нас на Виндранке. Давайте. Вот она, допустим, бежит. Опа. Быстренько скидывает. А у нас Рубик. Оп. И долго. У него тупняк какой-то в самом начале. Это еще одна анимация, которая идет дольше. Дольше, чем анимация именно у героя, у которого ворует он эту способность. Ну, давайте возьмем пауэршот. Закидываем на максималочку. И пауэршот также у нас у Рубика машет. Он машет и закидывает у нас пауэршот. Давайте заюзаем Виндрану. Крадем этот Виндран. И посмотрим, что у нас будет происходить. Анимации тут никаких нету. Просто бегаем по кругу. Замедляем. Все круто у нас работает, ребятки. Все круто работает. Далее, смотрите, что нам нужно сделать. Смотрите, вот так вот вокруг Виндранки побегаем сейчас. Опа. А что такое медленное? Что такое медленное? Нормально. Окей, фокус файер. Воруем. Воруем. И также закидываем в Виндру. Нормальная тема, кстати, ребятки. Все работает отлично. Тема, причем, если цели мы перекинем, переключим, да. Оп. И обратно. И пошло. По правилам фокус файера у нас тут все работает. То есть, ребятки, нет никаких проблем. Абсолютно все рабочее у Виндранки. Но давайте проверим. 15 секунд калдауна и 0% смягчения урона. А это значит, что наш аганим улучшает сразу же украденный фокус файер. Ребят, сразу же. Не обязательно, чтобы у Виндры был аганим. И это важно. Погнали другого героя. Тут все уже посмотрели. Следующий герой на тесте у нас это тралы. Давайте воровать его способности. Воруем первый. И закидывается он у нас, в принципе, с такой же анимацией, я думаю, по времени. Давайте еще раз посмотрим. Кинем тралом. Оп. Да он мгновенно, в принципе, трал кидает, так же, как и Рубик. Но мне кажется, у Рубика все равно побыстрее, ребятки. Закидывается эта способность. Ладно. Это мы и проверили. Хорошо. Есть у нас глимс. Юзанули мы глимс на Рубика. И давайте воруем глимс. Да, глимс работает у нас и юзается так же. Это все отлично у нас работает. И давайте посмотрим, какая у нас анимация. То есть, если у трала небольшая анимация есть на глимс, он так немного... Дот, в принципе, нету, наверное, да? У Рубика такая же, в принципе, анимация. Очень быстро все это делает. Давайте воровать поле. Опа, своровали. И смотрим, как у нас ставится это поле на трале. И как оно ставится на Рубик. Есть небольшая задержка у трала. У Рубика она чуть-чуть поменьше, ребятки. Ну и, в принципе, поле отлично работает. Ну и поставим, конечно же, сюда статику. И посмотрим, что у нас будет происходить. Хорошо. Статика у нас залетела. И смотрим. У нас сразу же, я вижу, улучшается нашим Рубиковым аганимом ультимейт трала. Это значит, что не нужен у нас на трале аганим для того, чтобы на Рубике эта тема вся работала намного дольше. Нанесла намного больше урона. Так что, вот такая тема, друзья. Пользуйтесь. Все отлично работает. Не обязательно, чтобы у трала был аганим. Главное, чтобы у сына у нас синего догона было все вот здесь вот в инвентаре. Так что, ребятки, поехали другого героя смотреть. Следующий герой у нас Огар. И тут будет очень интересная тема с аганимом. Мы ее постараемся проверить. Но для начала давайте закинем. Фар, Бласт. Ой-ой-ой, как залетел у нас Рубика. И Рубик быстрее кастует этот стан сразу же. Это заметно. Если Огар у нас так замахивается бодро, вот такую делает анимацию, то Рубик у нас сразу откидывает быстрее намного, где-то в пол раза. И давайте воровать у нас Игнайт. Опа, своровали. Игнайт закинули. Быстренько тоже Игнайт кидается. Быстрее, чем у Огра. Анимации очень быстренькие. Давайте еще раз посмотрим анимацию Огра. Вот я пытаюсь отвести. Уля, полетела склянка. Пытаюсь отвести, но не работает. Опа. И здесь мы намного быстрее на Рубике кидаем этот Игнайт. И Огар начинает гореть. Далее. Крадем Бладласт. Смотрим. Опа. Украли. Хорошо. Быстренько закидывается. Вообще нету анимации. Почти очень быстро закидывается. Сразу приятнее становится на Рубике бегать. Потому что он не так долго кастует эту всю тему, как Огар. И далее. Хорошо. У нас это все есть. Все вот это у нас кастуется. Все, что у нас есть у Огра. Это воруется кроме мультикаста. Так как это пассивка. И давайте пропишем аганим. И посмотрим, сможем ли мы украсть аганимный фаербласт. И будет ли он у нас работать без, так сказать, потери маны. Ну, мана будет теряться как бы. Но у нас будет бесконечный стан. Смотрите. Да, у нас укрался именно этот фаербласт, который требует 60% маны от максимального запаса. Смотрите. Мана у нас уходит. А это значит, что у нас есть бесконечный стан. Но мана очень сильно будет тратиться. Но стан будет до тех пор, пока у нас мана вообще не кончится. А мана у нас никогда не кончится. Потому что 60% всегда будет требовать. И там будет, если у вас даже одна мана, то все равно потратит одну ману и заюзается этот стан. Поэтому Огра стан аганимный. Можно украсть, и он будет у вас просто работать. Посмотрите. Просто 80 маны, 90, 100, 40 маны. Смотрите, 40 маны оставалось. 40 маны оставалось. Смотрите. Оп, 37. И она просто сейчас в один момент просто остановится. Вот примерно на 37-35. Вот просто. Получается, стан у меня уже по 2 маны требует. И все. То есть вот 33, 32. Все. То есть это предел. У вас всегда будет 30 маны. Вы спокойно можете юзать аганимный вот этот стан. Ну и, конечно же, нету анимации. В принципе, на Огре посмотрели. Имейте в виду, что можно украсть вот эту тему аганимную. И все будет огонек. Итак, самое время проверить одного из самых интересных персонажей. Это у нас, конечно же, минерчик. Давайте украдем у него минку. Можно ли ее украсть? Да, минка у нас воруется. Вот здесь мы можем их наставлять. Кстати, сразу у нас падает табличка. Табличка также у нас рабочая. Причем, он не юзал табличку. Она нам сразу дается почему-то с минкой. Ну, это очень, на самом деле, интересная механика. Ладно. Окей, а если он подставит табличку сюда, сможем ли мы ее своровать? Нет. Мины воруются почему-то. Табличка не воруется. Ну да ладно. Далее, что нам нужно проверить? Это трап. Причем, вы видели каст создания минки намного быстрее. Хотя она, в принципе, такая же. Посмотрите. Видите, как он быстро создает? Раз, отошел. Рубик, раз, отошел. То же самое, абсолютно, анимация. Далее. Трап. Трап. Воруем трап. Посмотрим, как он у нас будет создаваться. То есть, если на менюю он создается долго, то сейчас мы посмотрим, как на рубике. На рубике также долго создается, ребятки. Ставится. Теперь, что нам нужно проверить? У нас есть вот этот ход KF для взрыва ультимейтов. И, конечно же, давайте попробуем его украсть. Так, несколько раз заюзаем. И сможем ли мы его своровать? Нет. Мы эту способность воровать не можем. А то вдруг, прикиньте, вы своровали вот эту способность и все. И ходите вот так вот просто мины рубиком ищите и взрываете, короче, ремоуты. То есть, поднимаетесь на ХГ к противнику, нажимаете F и типа мина взрывается. Но так это не работает. Далее, смотрите, что нам нужно проверить? Суицид. Ну, вы понимаете, ребятки, что суицид нужно будет проверить в конце. Давайте проверим ремоту. Окей. Воруем ремоту. Смотрите. Он поставил у нас минерчик. И воруем. Улучшается ли он на нас сразу? Смотрите, 750 демеджа и 10 минут стоит. Сразу же ремота у нас улучшается. При этом дистанция сразу заметна. Да. Не обязательно, чтобы у нас у минера был аганим. Главное, чтобы у нас был аганим. И мы сразу же улучшаем ультимейт минера. А это годная тема. Бочка будет большая и наносить будет очень много урона. И сразу после того, как мы поставили бочку, у нас появляется вот этот фокусит детонейт. То есть мы можем вот так вот по фокусу детонейта взрывать эту мину. Сразу же не мину, а вот эту бочку получается. То есть от минера все у нас отлично работает. Ну и конечно же сейчас проверим суицид, ребятки. Давайте юзаем на минере суицид. Немного подождем, 48 секунд. И конечно же попробуем украсть суицид. Итак, ребятки, риснулся у нас минерчик. Давайте попробуем украсть суицид. Да, суицид воруется. И Рубиком что можно сделать? Походки ЭЦ, конечно же, прыгнуть и взорваться. Да, это так работает, ребята. Что ж, пойдем смотреть другого героя. Как видите, на минере все отлично работает. Следующий герой, которого мы тестим, это конечно же Твин Хэд. Давайте украдем у него задучку. Посмотрели анимацию. Очень быстро кастуется. Блин, я ненавижу анимации на Твин Хэде. Они очень долгие. Ну посмотрите, какие анимации у нас Рубика. Мгновенно закидывает он первый. Давайте украдем стеночку ледяную. И посмотрим, как она быстро кастуется. Ой, просто кайф. Вы посмотрите, как долго это происходит все на ТХД. Вот я пытаюсь отвести его. Нет, около секунды, полусекунду он кастует. Но Рубик исправляет всю эту тему. Первые два спелла работают. Но что мы скажем на третью способность? Нет, нет, мы ее не можем своровать. А если на автокаст? И пробуем. Нет, не воруется, к сожалению, у нас третий спелл от ТХД. И давайте заюзаем ультимейт, для того, чтобы понимать, улучшается ли у нас сразу же ультимейт с нашего аганима. Воруем. Макропюре. Кастуем. Мгновенно кастуется. И сразу видим, большая дистанция у нас все улучшается, ребятки. Сразу с нашего аганима все улучшается. И, конечно же, длительность 20 секунд это все видно уже. Друзья, в общем, не обязательно аганим у нас на ТХД. Главное, чтобы у нас был аганим. И тогда все будет годно работать. А по поводу анимации, посмотрите, какая у нас долгая анимация на ТХД при создании этой, так сказать, макропюрешки. И долго так, и Рубик мгновенно у нас кастанул. Ну и, соответственно, появление с аганима намного быстрее. Ну и вы сами все видите, друзья. Следующий интересный герой у нас это Тинкер. Давайте заюзаем лазер и посмотрим, что у нас будет с лазером. У нас воруется лазер. Опа, закидывается мгновенно. То есть у нас нет вот этой анимации поднятия рук. То есть Рубик у нас мгновенно быстренько кастует. Вот, закинул. И хорошо, все, крадем ракетки, друзья. Ракетки тоже у нас нужная вещь. Они кастуются у нас без задержек. И сразу у нас аганимные ракетки полетели. Это значит, что первый спелл у нас тоже бьет сплэшем. Давайте посмотрим, сразу проверим, наш аганим улучшает ли сразу способности. Да, улучшает, ребят. Это все видно, видно. То есть получается, не обязательно, чтобы у Тинкера был аганим. Наши способности уже сразу будут улучшены от нашего рубиковского аганима. Рубиковского, да, вот так вот будет правильно. И получается, что вот такая вот тема. Ну и что ж, проверим марши. Проверим марши. Опа, воруем марши. Без задержки вообще он кастует у нас Рубик маршей. Без задержки. То есть, смотрите, если у нас есть какая-то задержка на Тинкере, такой каст, то у нас на Рубике это делается все очень быстро. То есть, посмотрите, раз, и пошел он. Мгновенно почти. Это значит, эта тема вся работает отлично. Далее, реарм. Реармимся. Крадем реарм. И реарм также работает. Давайте заюзаем телекинез. Отреармимся. Поднимем на телекинез. Опять отреармимся. Поднимем на телекинез. Опять отреармимся. И это все прекрасно работает, ребят. Все отлично работает. И также, блин, напоминаю, что Аганим вот здесь вот, он улучшает первую и вторую способность Тинкера. В случае, если вы их украдете, если вы украли ракеты, то, соответственно, у вас будет вместо двух ракет сразу четыре. А это вот так вот. Что ж, Тинкера мы проверили. Поехали другого героя смотреть. Следующий юнит, которого проверяем, конечно же, Шаман. Давайте заюзаем первую способность. У нас есть небольшая анимация на Шамане. На Рубике у нас эта анимация немного поменьше. Давайте украдем у него жабку. Опа, Шаман прокастовал. Воруем. Смотрим. Мгновенно закидывается у нас. Вообще каста никакого нету на втором спелле. И давайте, конечно же, украдем у него сеточку. Сеточку смотрим. Опа. Ну и Рубик также стоит, кастует, как обычно. Все нормально работает, ребятки. Все отлично работает. Ну и, конечно же, самое время проверить змей. Воруем змеек. И улучшились ли у нас змейки с нашего аганима. 130 макс дэмэджа у нас. Да, они у нас, ребятки, сразу же улучшились. Давайте поставим змей против змей. Кто кого, посмотрим. Но наши змеи должны победить. Посмотрите. Как быстренько справляются они. Опа, опа, опа. И раздамажили. Конечно же, наши змеи посильнее. Следовательно, не обязательно, чтобы у шамана был аганим. Главное, чтобы у нас был аганим. И именно тогда, если мы своруем масс-септоры, то наш аганим, Рубиковский, улучшит масс-септоры. И это годная тема, друзья. Пользуйтесь. А следующий герой у нас... А. Ладно, пропускаем. Следующий герой, который у нас на тесте, это Скай-врач. Вот так назовем его. Давайте украдем у него первый спелл. Имеется ли у нас какая-то анимация. Очень быстро накидывает. Посмотрите, не так, как Скай. У Скай такая... Ну, хотя, в принципе, такая же анимация, я думаю, да? Давайте закинем. Блин, вот. Оп, закинулась. Оп. Ну, у нас, по-моему, на Рубике чуть-чуть побыстрее закидывается вся эта тема. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Все работает, в принципе. Юзаем второй. Воруем второй. Кидаем второй. Закидывается у нас. Кстати, у нас тут вроде на Скай никакой анимации нет. Ну, и, соответственно, на Рубике тоже нет. Но все равно, блин, как будто на Рубике она как-то касается быстрее. Давайте украдем у него третий спелл. Третий спелл я закинул на Скай. Такая эмблемка на нас висит. И, конечно же, сейчас мы своруем Рубиком эту тему. Посмотрим. Подождите, давайте посмотрим каст. Каст у нас такой небольшой есть. Обратите внимание, небольшой каст у нас от Драгонуса имеется. И мы сейчас Рубиком... Ну, быстрее, быстрее Рубиком закидывается этот Сайленс. И что ж, самое время, конечно же, проверить ультимейт на Скай. Будет ли он улучшаться, сразу же нашим агонимом ставим в пол и смотрим. 0 секунд КД и 1400 урона. Ребятки, улучшается у нас сразу же... А, урон не улучшается, да, кстати. Вот это косячок. Я забыл. Улучшается КДшка, конечно, КДшка становится 0. И мы можем вот так вот наставлять ультимейты сразу. Если Скай сюда подойдет, то он сразу откинется, друзья. В общем, вот такая тема. То есть, не обязательно, ребятки, чтобы у Скай был агоним. Мы воруем его ультимейт. И, конечно же, сразу он у нас улучшен идет. Потому что мы сыны синего Дагона. Самое время, друзья, у нас проверить Оракла. Давайте заюзаем диспейл и посмотрим, как он у нас будет работать. Да, отлично, Рубики работает. Кастит Рубик. Рубик отпускаем. И все отлично работает. Каст зависит от именно длительности нашего произношения. Но вы сами знаете, гайд смотрели. Чем дольше кастить, тем, так сказать, дольше будет именно Рут. Далее. Воруем второй. Допустим, он вот так вот ставит на себя второй. Мы также юзаем его на Рубике. И посмотрим сейчас анимация. Анимация быстро у нас или нет? Так, подольше у нас как-то, по-моему, на Оракле. Давайте. Опа. Рубик мгновенно ее создает. Ну и давайте посмотрим третий спейл. Как у нас будет каститься на Рубике. Быстро или медленно? Ну, вроде очень быстро. Оракл у нас, в принципе, также юзает его, да? Да, Оракл, в принципе, юзает так же. Ну, нормально, работает и хорошо. И, конечно же, проверим ультимейт. Воруем. Да, ультимейт у нас так же воруется сразу же. Вы просто посмотрите на эту тему. Это годная тема, на самом деле, что ультимейт Оракла так же у нас отлично работает. То есть, все способности Оракла для нас полезны на Рубике. Но аганима тут, к сожалению, на Оракле нету. Поэтому, в принципе, тут более тестить нечего. Поехали на следующий герой. Следующий герой, которого мы тестим, это Бэйн Элементал. Юзаем первый спелл. Такая небольшая у нас анимация имеется. Крадем этот первый спелл. Смотрим. Очень быстро Рубик закидывает. Вообще нет анимации. Гоу проверять брейнсап. Сейчас посмотрим, как у нас работает брейнсап на Бэйне. В принципе, очень быстро работает. Давайте украдем. Крадется, да? Отлично. И у Рубика, конечно же, еще быстрее идет эта анимация. Он просто мгновенно ворует хитпойнты. Это очень годная тема. Ну, если у Бэйна, да, побольше задержка. Ну, да ладно. Посмотрим, что у нас будет делать сон. Юзаем сон на Бэйна. Выходим с этого сна. Что мы украдем? Хорошо, мы сон украли. Я думал, мы можем украсть вот этот выход из сна, например. И закидываем сон себе. И можем ли мы выйти с этого сна? Мы не можем выйти с своего сна. И союзника мы также, скорее всего, не сможем разбудить. Это плохо. Это плохо. Давайте кинем на оппонента. Да, мы не можем разбудить. То есть, сон не проработан здесь на Рубике. То есть, если Атропос может закинуть сон кому-то, допустим, вот так вот, он может его отменить. То есть, допустим, нажимаем хоккей, он отменяет этот сон. Понимаете, в чем дело, да? На Рубике, к сожалению, эта тема не работает. Ну и каст мгновенный у нас на Рубике, конечно же. А вот так мы можем сделать? А, нет. А если вот так? И сами выйти с сна не можем. То есть, это считается какой-то другой сон. То есть, если Атропос заходит в этот сон, он не может с него выйти. То есть, если, допустим, вот так вот, оп, и забрать его, он может выйти. А если сон Рубика, он не сможет выйти из сна. Очень интересная механика. Ладно, GoPro, смотрим, у него ультимейт. Юзаем ультимейт, отменяем, воруем. Смотрим. Улучшается у нас сразу же, мгновенно, с нашего Аганима. С Аганима Рубика сразу же улучшается у нас Файнс Гриппа. Это значит, что не обязательно, чтобы у Бейн Элементала был Аганим для того, чтобы у нас Аганим работал на Файнс Гриппе у Рубика. Это очень годно. И что у нас улучшается? Конечно же, улучшается длительность и Моносос. Посмотрите, посмотрите, как маны уже нету просто у Атропа. 70, сколько? 10? 10% от максимального персеконд. 10% у нас трансферится. Это жесть. Это очень много. И еще очень много урона. Останутся 270 урона. Просто шотает данный ультимейт. В общем, вот такая тема, друзья. Для Бейна вот такие вот есть фишки на Рубике. На Рубике есть фишки для Бейна, как вы поняли уже. С Найтмаром фишка. И, конечно же, что не обязателен нам агоним на Бейне для того, чтобы своровать у нас Рубиком Файнс Грипп. И, конечно же, он у нас будет уже улучшенный. Погнали смотреть другого героя. Следующий герой у нас, друзья, Дарксир. Давайте заюзаем вакуум. Будет ли у нас вакуум работать? Отлично. Также все быстренько работает. Давайте посмотрим анимации. У ДСа долгая анимация. И у Рубика очень быстрая анимация. Намного быстрее анимация. Кидаем щит. Смотрим. Кидается. Мгновенно кидается щит. У ДСа небольшая задержка на создание щита. У Рубика же этой задержки почти нет. Это хорошо. Хорошо. Сёрч. Юзаем Сёрч. Мгновенно, Рудик. Рубик. Рудик. Рудик. Рудик мгновенный. Короче, кастует у нас тоже Сёрч. И очень быстро бегает. И это классно работает. Ну, давайте попробуем реплику сразу же. Опа. Воруем реплику. И мгновенно кастим. И посмотрим, что у нас тут улучшается. Да, у нас сразу улучшается с нашего Рубиковского Аганима улучшение на реплику. То есть у нас иллюзии начинают наносить урон 140%, нежели чем наносили бы, сколько, 90%. Да, сразу же, посмотрите. Смотрите, будет у нас сейчас Драка. Драка, смотрите, нормально, он его дамажит, иллюзия. Он хорошо его дамажит. В общем, вот такая тема, друзья. Не обязательно у нас Аганим на ДСе для того, чтобы реплику ДС у нас отдал, конечно же. Валов реплика отдал. И Рубик у нас всё своровал. И, конечно же, Аганим Рубика улучшит Валов реплику. Это годно. Следующий персонаж у нас Кроба. Давайте сразу приступим к делу. Воруем Сворм. Мгновенно он у нас должен кастоваться, нежели как у Кроба. Я ещё помню это старой темой. Старая тема такая у нас. Давайте посмотрим анимацию у Кроба. Смотрите, она долго это делает. А Рубик это делает очень быстро. Он просто раз и кинул, и побежал. Воруем Сайленс. Посмотрим анимацию. Очень долгая анимация у Кроба. У Рубика намного быстрее, конечно же. И что у нас тут остаётся? Конечно же, украсть экзорцизм. Украдёт ли у нас Рубик экзорцизм? Нет, не ворует, прикиньте. Не получается у нас своровать экзорцизм. Как вы видите, ворует только Сайленс. И это, это очень плохо, друзья. Очень плохо. Аганима тут нет. У нас третий спелл как Аганим. Поэтому переходим к другому герою. Следующий герой у нас, это конечно же Леончик. Смотрим его анимации. Очень долгий опыт создал у нас импельчик. Делаем тоже. Очень быстро Рубик создаёт. Побыстрее, чем сам у нас Леончик. Давайте юзаем хекс. Вот так быстренько закастовал Леончик. Давайте воруем этот хекс. Оп. И Рубик у нас... Побыстрее, побыстрее Рубик у нас. Да, синяя такая курочка у нас появляется. И давайте проверим моносос. Опа, моносос есть. Ииии... Пошлое дело. Рубик машет своим... Машет своим посохом. И конечно же сосёт ману. Ну и остаётся нам проверить фингер. Опа, фингер у нас тут таргетный. А тут мы воруем его. И конечно же, наш Аганим улучшает сразу же фингер Леона. И конечно же, он у нас становится сразу массовым. Маленькое КД становится и увеличивается урон. А это значит, что на Леоне не обязательно видеть Аганим для того, чтобы ультимейт Леона у Рубика был уже улучшен за счёт Аганима. И это очень годная тема. Ну и конечно же, касаемо анимации. Давайте посмотрим. Анимация вот такая. Вроде быстренько сделал. И... Опа. Да в принципе такая же анимация. Ну может у Рубика чуть-чуть побыстрее за счёт того, что в принципе у Рубика все почти анимации побыстрее. Ну что ж, это проверили. Гу следующего проверять. Следующий герой у нас Энигма. Давайте сразу задушим. Опа. Крадём первый. Посмотрим анимацию. Мгновенно Рубик у нас закидывает эту способность. Мгновенно он закинул. Если у Энигмы есть вот такой вот кастик. Долгий она вот так вот замах делает. То у Рубика сразу же взмах посоха. И конечно же способность начинает терроризировать. Давайте посмотрим ещё раз. Оп. Быстренько закидывает. Очень быстро, ребята. И конечно же оппоненту наносится. Накладывается стан и наносится урон. Давайте попробуем затрансмутить вот этих крипов и своровать у нас идолончиков. Опа. Воруем идолонов. Есть идолоны у нас. Да. Хорошо. Причём из этих же идолонов можно создать идолонов. Это очень круто. И причём задержка минимальная. Каст минимальный у нас на нашем герое. Это хорошо. Давайте проверим дальше, что у нас есть. У нас есть, конечно же, роза. Давайте её своруем. Она также у нас будет работать. И каст у нас такой же мгновенный, как у Энигмы. И всё у нас будет работать. Давайте посмотрим. Да, карает. Посмотрите, как карает у нас Энигму. Ну и самое время проверить Black Hole. Юзается у нас на Энигме Black Hole. Давайте воруем этот Black Hole. И ставим в Энигму. Работает. Всё работает, друзья. Но улучшается ли у нас Midnight пульсом? Улучшается ли у нас Midnight пульсом Аганим? Вот это, если честно, я как-то не знаю, как это проверить. Давайте попробуем. Знаете, как сделать? Допустим, вот у нас нет Аганима. Вот так вот своруем. И посмотрим, сколько урона нанесём. Допустим, раз, два, три, четыре. Всё, есть. Вот столько хитпоинтов. В 940 остаётся у нас Энигма. И подберём Аганим. И украдём уже с Аганимом. С Аганимом на Рубике украдём Black Hole. Что у нас получится? Опа. Воруем. И интересно, улучшится ли Midnight пульсом? Улучшится ли? Нет, не улучшается, ребят. К сожалению, это та же самая история, что и у Сайленсера. К сожалению, не улучшается у нас Аганимом у нас Black Hole. Все вы знаете, что с улучшением, с покупкой, вернее, Аганима на Энигме у неё добавляется во время ультимейта Midnight пульс ещё во время Black Hole. То есть, когда он кастует Black Hole, добавляется ещё третий. И если вы ещё третий накинете, то там столько дэмэджа будет. Там до 90% хитпоинтов за Black Hole можно сжечь. Ну, не за Black Hole, там примерно за 7 секунд. То есть, 4 секунды Black Hole и, конечно же, ещё несколько секунд и под Midnight просто разнести. Получается, что у нас такая тема, что Рубик у нас не улучшает своим Аганимом Black Hole. Но давайте посмотрим вот такую тему. Item 300. Хорошо. Кастуем. Отменяем. Воруем. Кастуем. Воруем. Кастуем. Улучшится ли? Сколько хп? Нет, ребят, не улучшилось. Не улучшилось. Всё равно не улучшается. Даже, несмотря на то, что Enigma купил себе Аганим, Midnight у нас не бафается дополнительно и не сносится хитпоинт. Посмотрите, то есть, если так я с Black Hole нанёс... Сколько? 800 HP. Это жёстко. 800 HP через резисты. Через резисты, прикиньте. Типа, да? Так, 800 HP. Итак, мы сколько нанесём? Ну, смотрите, дэмэджа вообще нету. Но получается, что Midnight у нас ещё пьёром, по-моему, фигачит, насколько я помню. Потому что Хускара... Хускара у нас душит эту способность. И Black Hole у нас становится таким жёстким-жёстким пьёр-дэмэджовым... Пьёр-дэмэджовым скиллом. Вот так будет правильно. И, конечно же, эта тема всё работает. Ребят, ну вот такой вот тестик у нас Энигмы. Надеюсь, он вам будет полезен. Знайте, что ваш аганим на Рубике, к сожалению, не даст вам возможности юзать во время Black Hole ещё Midnight Pulse. К сожалению, это так не работает. Так же, как с аганимом на Сайленсере, друзья. Следующий герой, которого мы проверяем, ребятки, это, конечно же, Лич. Давайте заюзаем новую. У Лича, кстати, анимация новая. Она такая долгенькая. Вот такая вот, как вы видите. И посмотрим сейчас анимацию на Рубике. Анимация на Рубике очень быстрая. И это радует. Давайте забафаем вот так вот армор. Тоже долгая анимация. И бафаем себе. Очень быстро бафаем. Намного быстрее, чем Лич. Ну и, конечно же, нужно нам проверить Dark Ritual. Давайте пробовать на Личе. Вот Лич у нас кушает своего, так сказать. Эдолончика союзного. И, конечно, как вы видите, все есть у нас. Скушено. И попробуем сворвать. Да, работает. Работает у нас ритуал, ребятки. Работает ритуал. И очень быстренько у нас тут вся эта тема делается. Но на Рубике я более чем уверен, что будет у нас эта вся тема работать. Просто создавать вторую энигму я не вижу, ребятки, смысла. Ну и самое время проверить у нас чайник. Давайте закинем в Рубика и украдем. Улучшится ли у нас чайник? Да, 550 урона, кд 60 секунд. Это годно. 460 дэмэджа и 10 прыжков написано. А у нас здесь просто неограниченное количество. И, конечно же, это значит, что не обязательно, чтобы у Лича был Аганим для того, чтобы Рубиком своровать чайнфрост и улучшить этот чайнфрост. Главное, чтобы у нас был Аганим на Рубике. Ведь мы сын Аганима, да? Погнали. Один из неприятнейших, ребятки, героев, это, конечно же, Некролайт. Юзаем Диспульс, своруем Диспульс. Он кастуется у нас без задержек, так же, как и на Некре. Некр просто отменяет анимацию и все нормально работает. Ну и, конечно же, давайте закинем Рипер и своруем Рипер. Улучшится ли у нас Рипер с нашего Аганима? Вот этого. Улучшается или нет? Смотрим. 1.2 дэмэдж за потерянные поинты, хитпоинты, друзья. Да, улучшается у нас с нашего Аганима, с Рубика Аганима у нас улучшается ультимейт вот этого пацана, конечно же. И это значит, что мы сможем без покупки вот этого Аганима на Некролайте иметь улучшенный ультимейт с помощью нашего Аганима. Это очень годная тема, друзья. Пользуйтесь. Ну, в принципе, по анимациям мы все видели. Анимация у Рубика чуть-чуть быстрее на Рипер, нежели чем у самого Некролайт. Погнали, следующий герой. Next герой у нас Пугна. Давайте воровать у него Бласт. У него есть такая небольшая задержка. Пугна, он останавливается. Такая же абсолютно задержка у Рубика. Посмотрите. Пугна останавливается и пошел. И Рубик у нас тоже останавливается. И пошел одинаковые анимации. Давайте Decreepy 5 воровать. Опа, своровали. Рубик у нас вот так быстренько заходит в этот Астрал. И Пугна чуть-чуть подольше. Ну, нормально, все равно нормально. Давайте попробуем своровать у нас палочку, выручалочку. Воруем, ставим. Опа, своровали, поставили. Все отлично работает. Причем палка, по-моему, поставилась побыстрее, да? Давайте посмотрим еще раз. Блин, вот респаун это. Давайте посмотрим. Оп. Да нет, вроде так же, да? Ставится. Давайте сейчас поставим. Нет, так же ставится. У нас абсолютно одинаковые анимации, друзья. Давайте палки вот эти уничтожим. И попробуем дрейн у нас украсть. Давайте. Опа. И воруем. И смотрим, что у нас улучшается. Да, чаннелинг и 0 калдауна 10 секунд. Типа написано вообще лас 10 секунд. Да. Но у нас же можно бесконечно, постоянно перебафывая. И, конечно же, у нас улучшается аганимом. Нашим рубиковским аганимом улучшается. Улучшается лайфдрейн. Это значит, что не обязательно, чтобы у пугны был аганим. Главное, чтобы у нас был аганим. Ну и самое интересное, это то, что... Хилимся. Хилимся. Ну это классно. Хилимся, живем. Кстати, вы не обратили внимание, что вы еще и с акторина хилитесь? То есть, когда вы его вот так вот насасываете, вы не только хилитесь с лайфдрейна, но вы еще и с акторина отхиливаете 25% от того, что вы наносите. Это жестко. Это жестко. То есть, получается, вы очень много сосируете. Ладно, вот такая тема. Погнали на следующего героя. Next'ом у нас, конечно же, ребятки, Destroyer. Давайте попробуем украсть аркана. Вот так вот позакидываем райт-кликом. И попробуем автокастом ударить. Пробуем украсть. Не крадется, к сожалению, ничего. Давайте попробуем украсть астрал. Астрал 100% у нас украдется. Давайте воруем. Есть астрал. Мгновенно отправляет Рубик в астрал. У него анимаций нету на астрал. Это годная тема. Ну и, конечно же, воруется интеллект у нас, да? Воруется. Воруется у нас интеллект. Посмотрите на Рубико 97110. Все, пошел. Пошел у нас интеллект. А это значит, что все годно работает. Далее, что нам нужно проверить? Это, конечно же, наш ультимейт. Юзаем вот так вот ультимейт на Рубика. Опа, воруем эклипс. И посмотрим, улучшится ли у нас сразу с нашего аганима эклипс. Эх, вроде как не улучшается, да? Вроде как не улучшается. Посмотрите. Ну, 160, это все, это понятно. Тут в чем прикол вот этого аганима? Тут, в принципе, все то же самое, но добавляется еще астрал во время того, когда у нас эклипс вот этот юзается. Эклипс юзает 100 на оппонентов, на кинца астрал. У Рубика это, к сожалению, не работает, ребята. Не работает. Это видно. А давайте вот так проверим. Если мы сделаем вот так. Опа, астралим. Сразу же наносим урон. И, конечно же, Рубику все равно. Посмотрите. Ему все равно. Все равно. Но, конечно же, он был в астрале. Давайте украдем вот этот эклипс. Нет, к сожалению, не накидывается у нас астрал, ребята. Не накидывается. То есть, та же самая получается тема, что и у Энигмы, что и у Сайленсера. Также пофиг. Есть аганим, нет аганима. Вы все равно не сможете использовать санит и эклипс улучшенный. Так как использует у нас сам Obsidian Destroyer. То есть, накидывается еще астрал во время вот этого эклипса. Так что, друзья, вот такая тема. Вот этот тестик запомните и юзайте. Следующий персонаж у нас это Queen of Pain. И давайте воровать у нее яды ножики. Смотрите, быстрая анимация была закидона у нас у Рубика. Огромная, быстренькая такая щух, сразу закинул. Но Queen of Pain очень долгая анимация, на самом деле. Посмотрите. А у Рубика она вообще быстренькая. То есть, я сразу, мгновенно закидываю и отхожу. То есть, раз и кинул и убегаю. Это все понятно. Хорошо, давайте попробуем украсть блинк. Будет ли у нас на Рубике блинк работать? Да, причем такой же абсолютный эффект. Но это хорошо, что вся тема работает. Задержки у нас, задержки, в принципе, такие же, как и у Копы. Вроде как. Да, такие же абсолютно. В принципе. Давайте заюзаем скрим. Украдем скрим. И своруем. Рубик у нас ходит, орет. Так же, как и Queen of Pain. Анимации мы также можем не смотреть. Потому что мы ее все равно на Queen of Pain. И, в принципе, на Рубике можем скипать эту анимацию. Этот спелл у нас имеет такую анимацию, что ее можно скипать. И давайте проверим Sonic Wave. Улучшится ли он у нас? Да, он своруется. И улучшается ли? 40 секунд и 555 урона. Именно улучшается у нас. Не обязательно, чтобы у Queen of Pain был аганим. У Рубика главное, чтобы был аганим. И тогда Sonic Wave будет наносить урона больше. И кдшится меньше. Это годная тема, друзья. Вот такая вот тема у нас на Queen of Pain. Поехали другого героя смотреть. Следующий персонаж. Варлок. Давайте Фатал попробуем украсть. Воруется ли у нас Фатал. Опа, есть. Причем у нас, по идее, должна кастоваться эта тема без задержек. Давайте посмотрим. Сразу мгновенно закинул он. У Варлока имеется он такой небольшой кастик. Да, то есть он... Хотя нет. Нет. Не имеется кастика у нас. Посмотрите. Что там кастика нету. Что тут каста нету. Быстренько закидывает. Да, нормально. В принципе, одинаково у них касты. Это радует. Окей, проверяем второй. Варлок у нас немного так подпрыгивает. И опа. А Рубика вообще нету анимации. То есть он сразу накидывает. И это дает небольшое преимущество. Хорошо. Это работает. Воруем третий. И что у нас будет происходить? Работает ли эта тема? Да, работает. Рубик у нас полностью отлично. Ворует третью способность Варлока. Ну и самое интересное, это, конечно же, проверить големов. Закидывается у нас один голем. И сможет ли у нас Рубик украсть голема и улучшить его со своего аганима? Ворует. Ииии, смотрим. Два голема падает. Отлично. А это значит, что не обязательно, чтобы на Варлоке был аганим. Главное, чтобы у Рубика был аганим. И, конечно же, он ворует сразу же у нас улучшенных големов. И это самая годная тема. Но Варлоки, как правило, они всегда собирают у нас рефрешеры и аганим. Поэтому, ну, такая фишка, в принципе, на ранних вот таких големах, если у вас аганим на Рубике появится раньше, нежели чем у Варлока, то тогда это вам может помочь. Ну и, в принципе, по анимациям давайте еще раз посмотрим. Так долго кастует у нас Варлок, да? А Рубик у нас быстренько скидывает, сразу же их скидывает. Но побыстрее, побыстрее, ребят. Сразу видно, что у Рубика немного побыстрее эти все анимации. Ну и, в принципе, тут все проверили. Не забудьте, что если у вас аганим на Рубике появится немного раньше, и вы сможете украсть голема, то, конечно же, у вас будет сразу два голема. Это круто. Следующий герой у нас, друзья, это Шадоу Димончик. Давайте заюзаем астрал и попробуем украсть этот астрал. Опа, проверяем. Проверяем, проверяем. Хорошо, вот он гиблет наш. Гиблет, я не матерюсь. Это его так зовут, хорошо. Воруем у него астрал. Да, он у нас есть, мгновенно закидывается. Вот, смотрите, мгновенно. Если там у нас ШД есть небольшая такая анимация, опа, долгая, то у нас эта анимация очень быстренькая. И, к счастью, к счастью, к счастью нашего персонажа, к счастью Рубика, это очень хорошо. Далее. Давайте попробуем украсть у нас вторую способность. Будет ли она у нас работать. Такая небольшая идет анимация. Опа, и воруем. И Рубик также закидывает, в принципе, ну, немного вроде побыстрее. Да, давайте еще раз посмотрим. Еще раз посмотрим. Оп, закинул. И, оп, закинул. Рубик быстрее закидывает. Окей, пробуем украсть третий спелл. Давайте попробуем украсть вот этот палец. Хорошо, заюзал. Нет, он крадет поизон. И когда мы юзаем поизон, у нас сразу появляется вот этот палец, который мы можем нажать. А что, если, допустим, он накидает на нас, сможем ли мы своим пальцем взорвать его, вот этот поизон? Нет, не можем, ребят. Только, к сожалению, наши накиданные поизон мы можем взрывать, да? Все, все работает отлично. Третий спелл отлично работает. Ну, и, конечно же, самое время проверить у нас пурги. Давайте заюзаем на Рубика. На Рубике, ой-ой-ой, появился такой жесткий пурги анимация. Красивый, кстати, эффект. И, конечно же, все отпускает и нанесся урон. Давайте попробуем украсть. Улучшатся ли у нас пурги? Появятся ли у нас два чаржа? Нет, не появляются, прикиньте. С аганимом у нас должны появляться два чаржа. Два чаржа. Три чаржа даже. О, я забыл, кстати, три чаржа даже, да? Это круто. Но давайте, раз наш аганим на Рубике не улучшает вот эту тему, не улучшает пурги, то давайте попробуем на ШД улучшить с аганимом. Да, три чаржа. Я что-то, если честно, думал два чаржа, почему, не знаю. Смотрите, три чаржа пурги, то есть раз, два, три, вот так вот, допустим, да? Три, подожди. Да, три. Смотрите, и уходит куда-то, оно непонятно. Смотрите, сколько дэмэжа нанесло. Все три пурги мы туда вбухали, и смотрите, сколько дэмэжа нанесло. Странно, почему-то спелл у нас как-то... Как-то он багнулся, что демоник пурги. Посмотрите, он... Ноль чаржа. А, он начал кадешиться, я понял. Все, то есть он имеет у нас такую специфику. То есть тут не будет показано КД вот этот отсчет. То есть как, вот так вот, не будет показано. Он будет просто показывать чаржу. Единичка, типа как у Рикимару, поняли, блинки? Вот так вот. Ну и попробуем своровать такой пурги. Да, он у нас есть. Он теперь становится аганимным, да? И он не юзается, смотрите. Не юзается. А ну-ка, если арена пишем. Не юзается. Странная механика, но нужно дождаться, наверное. Вот, от КД шелся у нас один заряд. Опа, украли. Юзаем. Ну, странно, он перестал работать почему-то. Давайте подождем, может... Подождем еще парочку зарядов. Может в чем-то в этом какая-то проблема, потому что пурги перестал вообще работать. И я не знаю, как это будет в игре работать. То есть это нужно здесь проверить, чтобы понимать, как это будет работать в игре. Ну, согласитесь, ребят, что это правильно. Давайте ждем немножко. Немножко ждем. Один у нас зарядик есть. Сейчас появится второй. И мы попробуем. Все, есть у нас второй заряд. Если украдем. Будет ли у нас два заряда? Нету два заряда. Окей, юзаем. Хорошо, воруем. Воруем два заряда у нас есть. Странно, на него не работает теперь, ребят. Не работает. То есть, что есть пурги, что нету. Как-то ломается эта вся тема. В общем, ребят, вот такой вот у нас тестик. Я не знаю, пурги перестал просто работать. С агонимом какая-то проблема. Смотрите. Мана. Мана. Рия. Минус Рия. Смотрите. Причем... А, у нас мана даже отнимается, ребят, но не работает. Смотрите. Бред. Бред. Короче, смысл такой, ребятки, что если у ШД есть агоним, то, походу, вы можете себе заруинить вот этим пурги немного игру, потому что он перестает работать, и наш агоним не улучшает пурги шадоу демона и не дает чаржи. То есть, тут какой-то баг есть, который не позволяет вам пользоваться. Причем, ману берет, но не работает пурги. А что, если я попробую вот так на крипов? Да, даже на крипов, ребят, не работает. В общем, это баг какой-то. Имейте, ребятки, держите в курсе вот эту тему, имейте в виду, что вот так вот это не работает. Следующий герой интересный. Это, конечно же, наш батрайдер. Давайте закидывать первый спелл. Спелл ворует у нас Сики Напалм. Какая у нас будет анимация? Ну-ка, быстренько сейчас у нас спадет еще спелл, чтобы побыстрее кастовать. Оп, чекаем. Быстро накидывает. Да-да, в принципе, так же, как и БТР. Такая же у нас анимация. Да, давайте еще раз посмотрим. Да, такая же, в принципе, анимация. Ну, может, Рубик чуть-чуть побыстрее за счет своей вот этой вот... Да, по-моему, Рубик чуть побыстрее все же нормально закидывает. Окей, проверяем второй спелл. Крадем, кидаем. Анимация на второй спелл нам интересна у Беттера. Опа, ну такая вроде быстренькая тоже. И посмотрим у Рубика. Ну, Рубик мгновенно просто кидает. Давайте украдем Фаерфлай. Украдет ли Рубик Фаерфлай? Нет, не ворует Фаерфлай. Прикиньте, это считается как будто метаморфоза, что ли, какая-то. Блин, это жестко. На самом деле, очень обидно, что Рубик не может пользоваться третьим спеллом БТРа. Это такое себе, ребят. Смотрите, ворует просто второй. Очень-очень слабая тема. Давайте попробуем еще раз заюзать и своровать. Нет, не работает, ребят. Только второй спелл ворует. Ну и, конечно же, давайте украдем Лассо. Опа, Рубик берет нас в Лассо. Затягивает под Флейм. Отходим, конечно же. Опа, и воруем Лассо. И будет ли у нас Лассо сразу улучшенное с нашим Аганимом? Давайте проверять. Опа, воруем его. Да, наносит урон. Посмотрите, наносит. Это значит, что Лассо будет работать с нашим Рубиковским Аганимом. Не обязательно, чтобы на БТРе был Аганим. Главное, чтобы украсть Лассо. И, конечно же, правильно поймать в Лассо. Можно нескольких персонажей даже поймать. Это круто. При этом еще и будет наносить урон. В общем, ребят, вот такая тема. Смотрим еще. Давайте посмотрим анимацию. Вот эту вот. То есть, оп, раз и закидывает. И теперь на Рубике давайте посмотрим. Посмотрим на Рубике. Оп, быстренько, очень быстренько накидывает. Но побыстрее накидывает, чем БТР. И круто. В общем, вот такая тема. Пошли на Некстовых героев. Следующий герой, друзья, у нас на тесте. Это Дазл. Давайте смотреть его анимацию. Вот такая вот у нас анимация на первый спелл. Она долгая. И у Рубика она немного побыстрее будет. Ну, как немного. Она очень быстрая. Она почти мгновенная. И это дает преимущество в драке. Давайте посмотрим крест. Крест вот с такой анимацией кидается. Воруем Рубиком. И у нас крест на Рубике кастуется мгновенно. Много раз было у меня таких моментов, что не успевает Дазл закинуть крест. Он только руки поднимает, чтобы этот крест сдать. И вы, к сожалению, уже умираете. Но Рубик не позволит эту тему сделать. Если Рубик рядом, он мгновенно закинет вам крест. И вы сразу же подсейвитесь. Вот такая тема. Проверяем третий спелл на Дазл. Тоже такая у нас большая анимация на Дазл. Опа, а на Рубике ее просто нету. Ну и все, отлично работает. Первую, вторую и третью способность мы отлично своровали. Давайте попробуем украсть ультимейт. Вот так вот юзается у нас. Воруем. И смотрим, сможет ли наш аганим Рубика улучшить ультимейт Дазла. Да, улучшает. По ОЕшке уже видно, что улучшает. Ребята, обратите внимание. А ОЕшка огромная просто. Ну и, конечно же, кратность. 1.25 на снижение и повышение армора. И тут у нас 1.75. Да, все работает отлично. Это значит, что на Дазле не обязательно покупать аганим. Для того, чтобы у Рубика улучшить вейву вот эту. Поэтому вот такая вот, друзья, тема. Погнали на некстовый герой. Что ж, друзья. Теперь самый глобальный, самый интересный тест. Это у нас, конечно же, инвокер. Давайте начнем по порядку. Ку-ку-ку, ВВВ, ЕЕЕЕ и так далее. Ку-ку-ку. Трансмутим. Смотрим. Не ворует колдснап. Это как? Ага. Ну вот мы-то его не юзали, ребятки. Правильно? Давайте заюзаем. Оп, заюзали. Воруем. Работает колдснап. Хорошо. Смотрите на инвокера. Мы накинули этот колдснап. И он полностью рабочий. Далее. Давайте заюзаем ЕМП. Юзаем ЕМП. Воруем ЕМП. Полностью рабочий, да? Полностью рабочий. Отлично. Работает у нас ЕМПшечка. Далее. Что нам нужно своровать? Это санстрайк. Юзаем санстрайк. Воруем санстрайк. Да. Полностью рабочий. Далее. Что нам нужно сделать? Кукуве. Давайте посмотрим. Это у нас Гоуст Волк. Так. Ну, нам нужны сэнтри, чтобы украсть. Хорошо. Заходит инвокер Гоуст Волк. Выходит. Воруем Гоуст Волк. У нас все полностью работает, ребятки. Все работает. Далее. Что нам нужно украсть? Давайте украдем вот этот вот торнадович, который он сейчас запустит. Кидает у нас торнадо. Воруем торнадо. И смотрите, особенность какая у нас тут есть. Торнадо и второй спелл у нас на одном бинде. Из-за этого у вас будут проблемы во время юзания. Вы эти проблемы уже, в принципе, видели на гайде. Но ничего страшного. Держите в курсе. Иксовочка. Это у нас будет торнадо. И все. У нас второй спелл отключается. Вот такая тема. Далее. Что проверяем? Давайте проверим метеорит. Сейчас мы его заюзаем и украдем. Украдем метеорит. Закидывается у нас метеорит. Все. Работает. Давайте бласт. Бласт у нас круговой. И тут у нас тоже должен быть круговой бласт. Украли его и юзаем. Все работает. Далее. Форжеты. Юзаем форжетов. Форжеты у нас есть. И давайте украдем форжетов. Появляются у нас также два форжета. Это годная тема, ребятки. Все работает. Все работает по кастам. Все отлично. Давайте заюзаем аллакрити. Аллакрити имеется. Опа. Хорошо. Своровали. Зэтом. Пытаемся накидывать аллакрити. Но не можем. Аллакрити у нас также стоит на ход кей наших способностей родных. И мы не можем, к сожалению, закинуть. Но почему-то тут тема такая, что если торнадо у нас на х юзается и не юзается второй, то тут наоборот. У нас юзается телекинез, но не юзается вот этот вот аллакрити. И мы спокойно накидываем и можем душить. Что у нас еще есть? Аллакрити проверили. Форжетов проверил. Санстрайк. ЕМП. Колд снаб. Торнадо. Бласт. Метеор. Инвиз. И что-то еще, по-моему, мы упустили. Санстрайк у нас был. Санстрайк был. Сейчас подумаю и продолжим тестить. Что мы, друзья, не протестили? Это стеночку, конечно же, кукуе РГ. И юзаем стенку и воруем эту стенку. Причем стенка идентичная и кастуется так же. Это классно, что оппоненты могут не понять, что это стенка Рубика. И это круто тем, что они могут туда зайти, просто не подумав и замедляться. В общем, инвокеры мы протестили. Протестили. Давайте книжку поюзаем. Не можем мы книжку украсть. В общем, последний крайний спелл, который кастовал у нас инвокер, у нас будет доступен для ворования. Вот такая тема у нас. Давайте раздадим немного про каста. Вот так вот. И бау, бау, кукуе РГ. Там все вот это ставим. Отлично. Погнали на некстого героя. Итак, друзья, единственное, что мы не проверили, это, конечно же, действие нашего Рубиковского аганима на инвокера. И давайте посмотрим. У нас тут есть инвокер третьего левела кваса и третьего левела экзорта. Заюзаем форджета и посмотрим, что у нас есть. У нас есть один форджет. Все вы знаете, что два форджета появляются только с четвертым левелом кваса экзорта. И повлияет ли наш аганим? Крадем этого форджета, юзаем. И, конечно же, у нас появляется два форджета. Это значит, что не обязательно, чтобы был аганим на инвокере для того, чтобы улучшить его способность. То есть, санстрайк будет бить чуть побольше, метеорит чуть побольше будет бить. Ну и вот такая вот тема, друзья. Не забудьте, что все-таки Рубик и аганим влияют на эту тему. Следующий персонаж у нас на тесте, друзья. Это, конечно же, визаж. Давайте заюзаем первый спелл. У нас есть такая небольшая анимация. Давайте ее еще раз посмотрим. Ну такая она коротенькая, но есть. Давайте заюзаем теперь на Рубике. У Рубика она, конечно же, немного побыстрее. Все работает отлично. Есть у нас тут второй спелл. Давайте заюзаем. Вот такая вот у нас тема полетела. Воруем. Полетит ли она у нас? Нет, а мы ее вообще своровать не можем, что ли? Ну-ка, давайте продамажим его. Вообще продамажимся, чтобы души наполнились. Опа, задамажили. Нет, не ворует. Прикиньте, второй спелл на визаже не ворует. Очень страшно. Очень страшно это все. Так, давайте заюзаем тогда у нас фамильяров. Посмотрим, что у нас будет происходить. Юзаем. Сможет ли Рубик у нас украсть их? Ворует. И улучшит ли? Да, и сразу же улучшает с нашего аганима. А это значит, что на визаже не обязательно видеть аганим для того, чтобы создать трех фамильяров. Слушайте, а давайте мы сейчас сделаем так. Останутся ли у нас фамильяры в том случае, если мы перебафываем способности? То есть, допустим, вот так вот мы давайте вот это заюзаем и... Вау! А это круто, ребят. Это на самом деле круто. То есть, смотрите. У нас фамильяры остаются на, блин, на постоянной основе, получается. Пока не умрут, я так думаю. Это круто. А что, если у нас вот этот персонаж перебафывает? Нет, он перебафывает своих. Поняли? То есть, если мы украли фамильяров и крадем следующую способность, фамильяры не умирают. Они не умирают. То есть, в случае, как у бруды с сеткой, если мы крадем другой спейл и сетка у нас пропадает, то фамильяры у нас не пропадают. То есть, вы можете их, наверное, вот так оставить, ими там подфармливать и делать какие-то грязные вещи. Я не знаю. То есть, вот так вот. Интересно, они переродятся? Сейчас посмотрим. Но они должны переродиться. То есть, получается, если украли фамильяров, то это годная тема тем, что они у вас остаются на постоянной основе. Они будут у вас душить. Пока вы их не потеряете. То есть, ребят, вот такая годненькая фишка. И, кстати, Аганим у нас Изи улучшил всю тему. Ну, я это уже, в принципе, говорил. Ладно, в общем, посмотрели этого героя. Погнали на следующего. Следующий герой, друзья, у нас на тесте. Это Лишрак. Давайте заюзаем первую способность. Долгая анимация ужасная. У Рубика, конечно же, мгновенно кастуется вся эта тема. С первым спеллом все понятно. Давайте красить диаболики. Вот такая у нас жесткая анимация. И тут у нас тоже такая же анимация. А давайте проверять, у кого дольше эта анимация. У Рубика или у Торментеда. Ну-ка. Оп, пошел. Хорошо. И на Рубике даже как будто подольше, на самом деле. Это еще одна анимация, которая долго у нас создается. Ну и ладно. Но, в принципе, этот спелл у нас работает. Смотрите, полностью дамажит. Все отлично работает. Вот и давайте заюзаем молнию на Лишраке. Долгая анимация. И посмотрим, какая анимация будет у Рубика. Воруем эту молнию. Юзаем. Такая же анимация. И тоже долгая она, ребят. Что-то долгие какие-то анимации. Но на стан очень коротенькая анимация. А на второй, третий от Лишрака очень долгая анимация на Рубике. Ну и давайте попробуем заюзать ультимейт. Окей, отключаем. Работает. Да, работает, ребята. И при этом, если мы... Давайте попробуем. О, так она еще и с аганима нашего улучшается. Ребят, посмотрите, сразу. Сразу улучшается с аганима. То есть, не обязательно, чтобы был у Лишрака аганим. Для того, чтобы у Рубика улучшился сразу его ультимейт. Это круто. Круто. То есть, у Рубика, если есть аганим, значит все хорошо. Сразу улучшается ультимейт у нас Лишрака. Как видите, по урону 220 урона и 160 даже. Это очень круто. Но я хочу сейчас проверить. Допустим, смотрите. Вот мы сейчас включили ультимейт. Выключили. Воруем. Опа. Хорошо. И переворовываем другую способность. Не снимается мана, все, ультимейт прекращается. Думал, прикиньте, а буст такой будет. У вас постоянно будет уходить мана. И вы сможете воровать другие способности, не выключив вот этот вот у нас пульс снова. Но это было бы прикольно. В общем, ребят, не забывайте, что аганим на Рубике улучшает сразу ультимейт на нашем Торментеде. Погнали другого героя смотреть. Что ж, друзья. Самое время у нас проверить Вич Доктора. Давайте смотреть, какие у него есть анимации и какие анимации будут у нас у Рубика. Давайте закидываем каски. Вот такая долгая анимация у нас кидания касок. И воруем Рубиком каски. И закидываем. Быстро Рубик откидывает у нас каски. И очень мгновенное такое применение. Но быстрее, чем у ВД. Ну и это хорошо. Давайте смотреть вторую способность. Юзаем Вудо Ресторейшн. Отключаем и крадем. Да, крадется она у нас. Мана у нас тратится. Это значит, что способность полностью рабочая. Нет тут никаких анимаций. Поэтому идем дальше. Закидываем Маледикт. Очень долго у нас... Посмотрите, ВД как закидывает Маледикт. Вот так вот долго закидывает. Давайте украдем. Украдется. Да, укрался. Хорошо. И Рубик у нас очень быстро его Маледикт сразу скидывает. Буквально полсекунды он сразу же закидывает Маледикт. И это круто. Ну и самое интересное, что стоит тут проверить. Это, конечно же, насчет моего аганима и Дезварда. Давайте кастанем Дезвард здесь. Бьет у нас Рубика. И украдем ли? Да, украли Дезвард. И самое интересное. Сможет ли наш аганим улучшить Дезвард. Дезвард у нас вот этого Вичдоктора. Давайте поставим. Посмотрим. Ставим. Да, есть у нас отскольки. Как вы видите, все у нас отскакивает. Даже аппарат у нас умер. Это значит, что необязательно, чтобы у ВД был аганим. Главное украсть его ультимейт. И, конечно же, иметь у нас на Рубике аганим. И тогда все у нас получится. Ребятки, вот такая вот годненькая фишка. Поэтому пользуйтесь, а мы пойдем смотреть других героев. Следующий персонаж, которого мы будем смотреть, это, конечно же, у нас Калдер. Друзья, давайте заюзаем первую способность и отойдем. Как вы видели, аппарат на нас накинул эту способность. И что, мы сможем своровать? Да, конечно же, и так же быстро можем накинуть на аппарат. В принципе, тут никаких анимаций и задержек нету. Очень быстро кастуется эта способность. И можете вот так вот вместе в глыбе на пару постоять. Это касаемо первой способности. Давайте смотреть вторую. Аппарат у нас ставит вот эту тему. Воруем. Будет ли она у нас? Да, она у нас работает. При этом она не имеет у нас никакого эффекта, что это оппонент или союзник. Вообще непонятно. То есть, союзники могут подумать, что это аппарат поставил, а это поставили вы. И наоборот, абсолютно. Ну и, в принципе, это все работает. Давайте посмотрим, как будет работать чилинг тач. Бафаем. Бафаем. Опа, воруем. И работает. Да, отлично работает. Давайте посмотрим, анимации есть у нас какие-нибудь. То есть, аппарат немного останавливается, да? Закидывает. Но, в принципе, и ту анимацию я так могу скипнуть, да? Я так понимаю. Ну и фиг с ним. Работает и работает. Все отлично. Давайте проверим, тычкует. Да, списывается у нас, так сказать, урон. Отлично. Все работает. Ну и самое интересное, это нужно проверить у нас айс бласт. И сможет ли наш аганим на рубике улучшить этот айс бласт. Давайте заюзаем. Откинули. Опа. Полетел у нас айс бласт. И попробуем его своровать. Воруется. Отлично. Ну и, конечно же, 17 секунд длительности. Это отлично. Друзья, это значит, что наш аганим на рубике полностью улучшает айс бласт. И не обязательно, чтобы у нас у аппарата, у оппонента аппарата был аганим. Для того, чтобы был улучшенный ультимейт у нас сворован. Ну и давайте закинем, попробуем в действии, как она у нас, эта тема будет работать. Ну, в кого тут закинуть? Честно, не хочется, чтобы никто умирал. Давайте в аппарата в этого же закинем. Залетает у нас сюда эта тема, конечно же. И смотрим, как у него улетают хитпоинты. 17 секунд целая длительность. В принципе, все отлично работает. У нас здесь на рубике даже отличный ультимейт на аппарате. Работает, вот так вот сказать можно. Ну и, в принципе, погнали. Некстовый герой осмотреть. Смотрите, почти умер аппарат просто с ультимейт. Это прикольно. Ну и что ж, друзья. Самый крайний персонаж, которого мы сегодня будем обозревать, это, конечно же, у нас Винтер Виверна. Это прекрасный вурм, который будет сейчас у нас подвергаться тестам. Юзаем первую способность и пробуем на рубике ее украсть. Конечно же, он ее не ворует. Это у нас типа метаморфоза получается, я так понимаю. Потому что метаморфоза, ни одну метаморфозу, к сожалению, в первой доте рубик у нас украсть не в состоянии. Ну и давайте пробовать украсть вторую способность. Да, господи, моя прекрасная прическа. Хорошо. Погнали. Закидываем вторую способность. Сможет ли рубик у нас ее украсть? Ворует. И есть ли какая-нибудь анимация? Смотрим. Очень быстро откидывает. Но у нас, в принципе, Винтер, он дольше, конечно же, откидывает, нежели чем рубик. Рубик мгновенно откидывает. Ну и это хорошо. Юзаем Embrace. Воруем. Воруется. Да, отлично. И вместе сидим в глыбе. Все отлично работает. Посмотрим по анимациям. Давайте. Если у нас Винтер вот так останавливается, делает какой-то вот такой вот взмах небольшой, то рубик у нас просто мгновенно сразу же уходит в Golden Embrace. И это значительно может улучшить ваш геймплей тем, что вы намного быстрее все это будете делать на рубике. Ну и самое интересное, это, конечно же, как у нас будет работать курса. Заюзал Винтер на нас курсу. Ну, сможем ли украсть. Да, работает у нас курса, при этом у нас каст мгновенный. Но, в принципе, по-моему, и у Винтера он мгновенный, да? Давайте проверим. Нет, чуть-чуть есть такое, потом задержечка. То есть Винтер все равно застывает на месте. И давайте вот так вот. Да, у нас немного на рубика побыстрее. Ну и, в принципе, тут все. Друзья, я протестил вам всех персонажей. И сейчас перейдем ко второй части видео. А это именно. Напоминаю. Я вам сейчас покажу, куда можно рубиком, в принципе, кого-то закинуть. Я нашел несколько мест. Ну и сейчас будем их обозревать. Итак, друзья. Я тут немного подумал. И, конечно же, решил разделить видео. И переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть другой видос. А именно, как багаюзить рубиком, чтобы закидывать текстуры. Ребятки, обязательно там поставьте лайк, потому что этот контент нужно посмотреть.